поэтому случае если у вас усталость болезненность случае если у вас головные боли высыпания на щеках случае если у вас появляется ощущение боли в суставах особенно в крупных суглобах локтевые коленные тазобедренные в случае если ощущение разбитости сжатости по утрам болит горло ощущение отсекаете чешетесь так же появляется сыпь и болит горло это скорее всего у вас парвавирус и ничего не нужно делать не принимать никакие антибиотики нечего можно по принимать антигистамины и препараты побольше питья можно по принимать мой препарат который является иммуном стимулирующим препаратом или иммунность иммунным стимулятором это бетулиновой кислота и второй препарат это можно ему на грант допустим и это поможет вам справиться случай если горло болит это может быть особенно весной это может быть еще и гипофункции щитовидной железы как раз обострение гипофункции щитовидной железы происходит в это время это может быть аллергической реакции может быть ларингитом на фоне аллергии поэтому можно антигистаминные препараты по принимать и обычно мы воспринимаем такие заболевания как заболевания носоглотки поэтому а попроб постарайтесь не принимать антибиотики не особо обращать на это внимание попринимать препараты антигистамины особенность любых вирусов как написал матвиенко в своей книге инфекционные болезни выпуска 1980 по моему 7 или 89 года он писал о том что скорее всего инфекционные заболевания особенно заболевания гриппа это грипп вирус первый второй третий ли а b и c также аденовирус также парва вирус также острая вирусная инфекция это заболевание которые очень рота вирус это заболевание которые очень часто могут проявляться в виде в виде аллергии то есть там он пишет о том что организм справляется блокируя деление клеток днк и вырабатывания нового днк как бы репликация этих вирусов но основа это применение иммунных препаратов а как бы основное лечение заключается в том что организм вырабатывает свой компонент или свою систему поражения этих вирусов и за счет этого включается хоть и кратковременно на такой барьер но он пишет что в большинстве своем осложнениям как в случае если у человека сниженная кислотная желудка это может приводить к тому что у человека появляется низкое количество кислоты в двенадцатиперстной кишки что не стимулирует выделение желчи и в дальнейшем этой желчи меньше выходит также есть дискинезия желчных протоков бывает такое заболевание когда появляется сужение протоков или дистрофия этих протоков также бывает заболевания холецистит когда появляется воспаление самих желчных протоков и желчи не накапливается и не набирается ее большое количество а микродозы желчи которые не хватает это все в комплексе связано как раз с двумя такими качествами которые необходимо всегда помнить наш желудок и наш кишечник до 12 перстной кишки он состоит или в нем находятся бактерии это наша кишечная палочка лактобактерии также могут находиться определенные бактерии которые называются там протеи кишечная палочка синегнойная палочка вот в вашем случае кандида и так далее с чем это связано это связано как правило с тем что у человека происходит вирусное заболевание происходит ухудшение иммунитета также это может происходить на фоне стрессовых ситуаций а также на фоне неправильного питания голодания истощения желудка на фоне голодания это может быть еще и следствием гипераммонии ми и это может быть еще и на фоне сбоя вот общего общего наверное кишечного мира и общей кишечной бионики которая находится в желудке в двенадцатиперстной кишки по моему мнению очень часто это является следствием бактериального бактериальной инфекции какой-то может быть стафилококкс триптококк это могут быть какие-то более тяжелые бактерии такие как там клипсиэла может быть антераколи это может быть а еще это может быть отравление потому что часто человек может отравиться чем-нибудь отравление нутрициологическое какое-либо самое простое это отравление грибами сейчас это очень популярно грибами это очень популярно также часто сейчас люди травятся гербицидами пестицидами потому что этого очень много в продуктах питания что очень сказывается обычно на наши бактерии нашего желудочно кишечного тракта первое вы должны обязательно знать что ночью нужно спать это лечение невроза в номер один второе обязательно ложитесь на аппликатор кузнецова перед сном на 10-30 минут это тоже лечение невроза великолепное средство третье обязательно принимайте настойку валерьяны 1 2 или даже три раза в день не пейте кофе ни в коем случае не пользуйтесь больше 5-6 часов телефонами не пользуйтесь ими убирайте также старайтесь не смотреть телевизор много дышите и дышите глубоко старайтесь не просыпаться рано утром спите чуть-чуть дольше старайтесь засыпать вечером и самое основное используйте несколько препаратов первый препарат при неврозах называется л л с одна чайная ложка два раза в день второй препарат называется кальций магний цинк при неврозах женских очень часто недостаточность кальция или магния может вызывать невроз невроз уже можете купить любой в магазине который продается но именно такой чтобы составе одновременно из кальция магний цинк третье принимайте мелатонин прямо перед сном две таблетки принимайте мой препарат который называется это получается у вас дофамин недостаточность дофамина в мезолимбической системе поэтому у вас формируется невроз и вам для того чтобы принимайте йод у меня препарат потасиум йода принимайте данный препарат самой высокой дозировки одна таблетка один раз в день на протяжении 10-15 дней вот так вы не вот это же сахарный диабет потребно там метформин чи абитон чи там еще что-то что нужно знать не можно не можно ести не можно ести фрукти не потрібно ести овочи багато овочей не ешьте крахмал ни в якій форме ни в якій любий крахмал картопля білий хліб це все забиває вас жовчний і це буде капец что потрібно робити щоб жовчний відкрився потрібно пити берите одна столова ложка шипок шипшини заливайте одним стаканом окропу і три-чотири таблетки ксилита чи сорбита це сахар замінник таки є і випивайте оцей стакан не за раз а там за три-чотири рази також приймайте магнезію одна чайна ложка на стакан води один-два разу на три і як понижати цукор потрібно взяти зараз є маліна лист смородина лист порічка лист козлятник лист все це змільчити і одна столова ложка цього цих листрів на стакану кроку пийте один-два чи навіть три рази на день це знизить сахар вашу глюкозу і полікує вам варікоз а на варікоз ще можна варікоз у вас взагалі від жовчного і александр гордіенко подскажи пожалуйста как мне полечить ноги в районе косточек и до колен лопаються сосуды сплошные синяки плюс красные точки отеки отекают ваша ученица вообще вы описали мне заболевание когда не хватает витамина к-2 найдите витамин к-2 принимайте его по две таблетки три раза в день потому что именно это и происходит когда происходят вот такие проблемы аж начинают сосудики лопаться это при нехватке витамина к-2 эластичность меняется сосуды лопать аскорбиновую кислоту к-2 никотиновую кислоту армия то можно не обращать внимание также первое не носить не носить бюстгальтер который сжимает грудь грудь должна быть свободной также иногда грудь освобождайте чтобы она свободно лежала особенно в вечернее время второе никаких никаких подкладок в бюстгальтер для того чтобы не было сжатие деформация грудной железы это очень часто приводит появление узлов третье никакого холода грудь должна быть закрыта грудь это тепло она должна быть в тепле именно поэтому когда зимой грудь нараспашку я часто это вижу женщины идут там в красивой шубе здесь грудь а на улице минус но если вот такое происходит это же неправильно понимаете любое воспаление грудь боится воспалений также никаких холодных ног никаких замерзаний у меня были в свое время куча пациентов пациенток которые занимались закаливанием друг от друга приходили отдельно и у всех была одна и та же проблема кисты 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 и игры да что ж такое у вас у всех кисты в одной яичнику другой там грудью 3 щитовидкой так далее они все закаляют за коле заколе заколе закал circumstance или так не закаляйтесь если это приводит кисту брат значит неправильно как-то закаляет из значит как-то агрессивно, видимо, так не нужно. Ну, я не специалист, я не говорю, что не стоит закаляться. Ну, можно закаляться, но есть фанатизм, есть антипод фанатизму, когда просто эстетично человек пробует закаляться. Вот эстетично по чуть-чуть закаляться на протяжении всей жизни, да. А когда это хаотично, там, занырнули голой зимой ходить и сжимать там все, это все нехорошо. Поэтому, ну, в вашем случае, хочу сказать, что это не опасно, не страшно и, скорее всего, связано с простудами и перенесенным вирусом. Когда выпадают волосы, то это связано с высоким эстрогеном. Высокий эстроген нужно снимать препаратом, который называется Индол. Принимайте его по одной пигулке два раза на добу. Также купите у меня такие леки, они называются волосатик. И вот этот волосатик также принимайте. А еще для волоса есть такой препарат, называется Трихопотенциалюм. Им пшикайте и почнут росты. Мне очень помогла гиалуроновая кислота. Проводить какую-то дополнительную поддержку зрения после лазерной коррекции не нужно. Это совершенно безопасная операция. Она не повреждает особо ткани. Не переживайте. Совершенно безопасная операция. Очень рекомендую попринимать витамин С, а также поесть такие ягоды черного цвета, такие как черни. Он накапливается, приводит к нарушению сна. Именно поэтому происходит нарушение сна из-за того, что человек пьет алкоголь. Человек говорит, я не могу спать, потому что я выпиваю. Ну конечно ты не можешь спать, у тебя дофамина много в мозге. А организм, твои нейрорецепторы, они не справляются с выведением дофамина. Человек говорит, засыпаешь с легкостью. Конечно засыпаешь, серотонина достаточно, он никуда не девается. А дофамина много. Поэтому человек, а дофамина много. И если не успевает организм дофамин утилизировать, а он не успевает, потому что дофамин реагирует на количество кислоты в желудке, а она, когда человек выпивает алкоголь, постоянно повышается, целую ночь. Поэтому дофамин выделяется, 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 накапливается. Так человек просыпается утром, у него происходит увеличение дофамина, он уже просыпается в возбужденном дофаминовом состоянии. Этот дофамин, он приводит к тому, что появляется судорожная активность, потому что чем больше остается дофамина, тем меньше усваивается кальция. Именно поэтому, не кальция, а магния. Именно поэтому, знаете, что магний, он купирует дофамин. Поэтому людям, которые принимают алкоголь, необходим магний в очень большой дозировке. Кстати, тот, кто курит, тоже. Вот принимайте препараты магния, это обязательное условие. Судороги у вас появляются на фоне алкоголя, ощущение, будто тело стянуто и болезненно, и выкручивает, и так далее. Это все переизбыток самого настоящего дофамина. Что может помочь? Есть несложные препараты, которые могут купировать дофамин, это нейролептики. Среди таких нейролептиков, не буду советовать, пусть врачи советуют. Не должен я это делать. А у меня есть препарат, называется он, называется он у меня серантал. Вот он может устранять переизбыток дофамина. Медитация убирает переизбыток дофамина. Вообще люди стремятся к дофамину, потому что дофамин это наркотик, допамин. И люди стремятся к алкоголю, стремятся к интиму, стремятся к возбуждению, стремятся к хорошим напиткам, стремятся еще к чему-то, к красивым картинкам, стремятся к эмоциям. Но есть дофамин, который окрашен эмоцией, и он может превращаться или он может формировать определенную молекулу дофамина, которая имеет мелкую форму. То есть это как своего рода мелкодисперсная пыль, и она легко выводится. А дофамин, который формирует алкоголь или прием наркотиков, это крупные молекулы. И они могут застревать в щелях нейронов, и из-за этого происходят основные проблемы. Андрей Андреевич, гликоцитрохромный спрей нужно принимать всего за 0-5 часа до еды? Нет, можно принимать в любое время. Этот спрей необходимо принимать для тех людей, которые хотят похудеть. Принимайте его следующим образом. На протяжении дня, каждые 6 часов, 3 часа или даже час, 1 пшик или 2 пшика в рот. Это очень эффективно и очень быстро худеешь. В случае, если есть сахарный диабет второго типа с ожирением, это просто мега хороший препарат, который может помочь. 4 года и 3 месяца не разговаривает. Анализы все в норме. Можете посоветовать, чтобы ребенок начал говорить. Необходимо сделать следующие тренажеры. Возьмите, сделайте так. Положите разные вкусы. Сладкое, кислое, острое, перченое, еще какое-то. И давайте ему, пусть откроет ротик, и давайте ему, чтобы к языку дотрагивайтесь этими вкусами. Далее, работа с цветами. Разные цветные картинки, разные какие-либо фигурки. Одна холодная, одна теплая и так далее. Что это будет делать? Дело в том, чтобы запустить речь, необходимо сформировать правильный синаптический ряд. Сформировать до кучи семантику. Она может сформироваться в случае, если у ребенка есть переизбыток тактильных ощущений. Поэтому любые переизбыток различных тактильных ощущений, вкусовых, звуковых, тактильных, они могут помочь ребенку быстрее начать разговаривать. Поэтому вот именно таким образом это все делаете. И делайте вот такие тренажеры один, два, три раза в день. Музыку включайте. Одну, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. Дуйте то холодным воздухом, то горячим. Пусть поставьте две ванночки, одна с холодной водой, пусть лед будет там, а другая с теплой. Сюда вмокает руку, вторую руку сюда, сюда вмокает руку, вторую руку и так много раз. Ветром подули, холодным ветром, потом теплым, холодным ветром, потом теплым. И вот такие стимуляции, они могут помочь запустить общую семантику, склась ее до кучи так, чтобы ребенок начал разговаривать. Для того, чтобы убрать синдром раздраженного кишечника, необходимо принимать сорбенты. Первый сорбент, ксилокс, две таблетки, три раза в день. Второй сорбент, жидкий каолин, одна чайная ложка на стакан воды или без воды, два раза в день. Третий препарат, лизоцин и четвертый препарат, экстракт железняка, по две таблетки, три раза в день. Принимая все четыре препарата на протяжении двух месяцев, вы избавитесь от синдрома раздраженного кишечника, если не будет алкоголя, не будет перца и не будет кофе, и чая тоже не будет, будет компот. Первое вещество это бетулиновая кислота, имеет ярко выраженные свойства, накапливается в онкологических новообразованиях путем апоптоза. Апоптоз это отмирание, выборочное отмирание клеток, которыми поражена мишень органа, орган-мишень. И в том числе и выборочно поражая метастазы. Об этой бетулиновой кислоте очень много написано. Второй препарат бетулин, прошу не путать, бетулин и бетулиновую кислоту. Это совершенно два разных препарата, хотя изготовлены из одного и того же сырья, из пигмента коры белой березы. И данные вещества являются совершенно разными по своему воздействию, поэтому рекомендую принимать и первое, и второе совместно. Третий препарат, о котором очень много написано, это ресвератрол. Четвертый препарат, это кверцетин, который широко используется в данный момент в качестве дополнительной терапии при лечении онкологических новообразований. И, собственно говоря, индол. Таким образом, можно сказать, что используя к самому месту, где есть опухоль, я рекомендую прикладывать салфетку с нашатырным спиртом. Вот так необычно. Почему? Нашатырный спирт, попадая в кровь или попадая даже на место опухоли, способен каким-то образом приводить к уменьшению воздействия молочной кислоты и к уменьшению самой молочной кислоты. Нашатырный спирт и аммиак в его составе способны уменьшать количество молочной кислоты. И, конечно же, битулиновая кислота, битулин, кверцетин, ресвератрол. Четыре препарата, индол. Пять препаратов, которые способны заметно улучшить состояние. Далее, прием меда по одной чайной ложке четыре-пять раз в день может помочь снизить внутриглазное давление. Ну, вот таким образом. Рутин очень рекомендую. Способов на самом деле хватает, но для всех этих способов необходимо терпение, длительная работа с этим. Ну, или второе, это использование капель, которые назначает врач. Это пилокарпин. Опять-таки хочу сказать, пять основных компонентов. Первый компонент, компонент работа с неврозами взрослых людей. Второй компонент, работа с артериальным давлением, дабы привести его в нерву, в меру. Дальше работа с сосудами, дабы не было сосудистых бляшек, не было окклюзии или стенозов сосудов. То есть, смотреть за этим. Четвертое, обязательно тепло. Кстати, очень хорошо зарекомендовали себя бани. Но эти бани, они должны быть мягкие. То есть, при температуре не больше 80 градусов, теплая баня, без пара. Вот в такой бане необходимо находиться на нижней полке, без всяких веников, без стрессов, прогревая конечности, прогревая тело вот такой женщине до момента, пока можно даже с приоткрытой дверью, таким образом, чтобы немножко потело тело. Это великолепное средство, которое поможет увеличить проницаемость и проходимость сосудов, мелких сосудов, капилляров, которые разгружают в итоге сердечно-сосудистую систему и, как известно, заметно улучшают общее состояние. Такую баню необходимо делать один раз в неделю. Ну, кому подходит? Потому что есть такие люди, которые не переносят. Также хочу напомнить о препарате, который называется Куэнзим-Ку-10. По одной таблетке один или два раза в день совместно с аргинином. Аргинин рекомендую принимать по одной чайной ложке на один стакан воды или на полстакана воды один или два раза в день. Также не забывать о мочегонных препаратах. На протяжении одной недели применять один раз в день препараты мочегонные, какие-либо, которые назначит врач. Это могут быть любые препараты. В том числе это заболевания, которые связаны с хроническими инфекциями. Как с этим справиться? Итак, первое. Самые простые способы это обычная заваренная ромашка. Заваривайте ромашку и прикладывайте к глазкам заваренную ромашку. Дело в том, что заваренная ромашка способна дубовую кору или же крепкий черный чай. Эти компоненты, они являются, помимо того, что они являются антисептиками, они имеют ярко выраженное противосептическое действие, они являются еще и хорошими, великолепными средствами по устранению таких грибковых инфекций или бактериальных инфекций в таком вместном режиме. Есть даже точки, которые есть на руках, которые способны понижать внутричерепное давление. Эти точки находятся на кисти сверху и находятся между первым и вторым пальцем вот в этом месте. То есть массаж вот такой точки между первым и вторым пальцем, в случае если он болезненный, это говорит о том, что есть внутриглазное давление. И в случае, если их массажировать активно, то не делать это долго, ну буквально 30-40 раз не нужно очень активно надавливать. Мягкий массаж с одной стороны и с другой стороны может снизить внутриглазное давление и улучшить общее состояние. При этом вы можете по болевому эффекту при нажатии... У внука тик с 5 лет, сейчас 11, тики сильные. Мы устали морально, как помочь мальчику. Для того, чтобы не развивались тики, есть альфа-липоевая кислота. Почитайте о ней. Применяйте альфа-липоевую кислоту по 2 таблетки 3 раза в день. Также начните давать магнумцид-300, мой препарат, по столовой ложке на стакан воды 1 или даже 2 раза в день. Былась женщина, она давала препарат нашей компании аскорбиновая кислота в большой дозировке таблетки для разжевывания своему ребенку, которому 12,5 лет, у которого нарушение психики, есть поставленный диагноз, аутизм и есть поставленный ряд психиатрических заболеваний. И говорит, что на фоне приема исключительно аскорбиновой кислоты на протяжении одного месяца произошли разительные изменения. Она говорит, Андрей Андреевич, может ли аскорбиновая кислота повлиять на развитие ребенка и изменить его в лучшую сторону? Мой ответ такой, конечно. Аскорбиновая кислота участвует в процессе формирования нейрогормонов и участвует в формировании функциональной деятельности мозга. Именно поэтому, скорее всего, так часто очень бывает, что в случае, если есть отсталость или недоразвитость, в случае, если есть заболевания, связанные с отклонениями в развитии, это всегда приводит к улучшению состояния. Кстати, очень советую не напрасно. В советское время прямо по лечебному протоколу обязательно было давать детям, которые обучаются в школе, через определенное время аскорбиновую кислоту. Именно поэтому аскорбиновая кислота является важным компонентом и очень часто при снижении кислотности, при стрессах, при курении, при неврозах, употреблении алкоголя, наркомании, при голодании, при переедании, при большом количестве сладкого, при отравлении необходимо дополнительное количество аскорбиновой кислоты. Лариса Береза. Будет уменьшение выделения гиалуроновой кислоты, поэтому я говорю гиалуронкой смазывайте. Любой врач назначит вам гидрокортизоновую мазь, гормональные препараты. И, скорее всего, гормональные препараты будут это все снимать и будут помогать. Но дело в том, что гиалуроновая кислота – это тоже то, что выделяется над почечниками, как и гидрокортизон, который тоже выделяется, выделяется кортизол, после этого из него создается гидрокортизон. Поэтому стимуляция гидрокортикостероидов и использование гидрокортикостероидов похожи по своему воздействию на применение обычной гиалуроновой кислоты. Но гиалуроновая кислота, она в тысячу раз безопаснее. Тысячу. При псориазе можно использовать, при любых покраснениях сейчас. Экземы там, под грудью эти герпетические воспаления, всевозможные рожистые воспаления на фоне жары и так далее. Это все гиалуронка решает. Великолепно просто. Я еще и волосы смазываю. Сегодня пришел к парикмахеру, а парикмахерша мне говорит, послушайте, Андрей Андреевич, я вас стрягу кучу времени, у вас волосы стали твердыми и расчесываются, такие красивые. Что вы там мажете? И лауронкой мажет. Классно помогает. Когда появляются камни на зубах и образуются на деснах воспаления, это говорит о том, что у вас повышается кислотность желудка. То есть вы, скорее всего, имеете высокую кислотность желудка. Чем снижать необходима кислотность желудка? У нас есть препарат. Их три. Это лизоцим экстра. Это препарат здоровый желудок или железняк. Можно или тот, или тот. И третий препарат, особенно железняк. И третий препарат, запомните, каолин. Также в скором времени вы увидите жидкий каолин или в жидком виде с малиновым вкусом. Очень такой хороший препарат. Как их принимать? Каолин принимать. Одна столовая ложка на один или даже больше стакана воды. Один раз в день. Железняк по одной таблетке два раза в день. Желательно, чтобы это был экстрактом железняка. И пепсин по одной таблетке два раза в день. В случае, если... Также у нас есть великолепное средство от формирования, образования камней на зубах или на зубной эмали. Называется данный препарат зубная паста сатва. Которая тоже состоит из белой глины. И очень рекомендую ее. Испор. Он себя зарекомендовал как раз при лечении атеросклероза. И действительно может на время замедлить вот такие процессы. Аргинин, кстати, тоже очень рекомендую. И тибетский сбор готовится следующим образом. По 50 грамм следующих растений. Березовые почки, ромашка, зверобой, бессмертник. Смешивается между собой. В кофемолке это все перемалывается или на мясорубке. Смешивается. Получается должна такая неполная трехлитровая банка. Заваривается следующим образом. Одна столовая ложка данной смеси на один стакан кипятка. Принимать по одному стакану один, два или даже три раза. Извините, три раза в день. И по моему мнению, и плюс, обязательно контролировать артериальное давление. Прямо в обязательном порядке. На протяжении дня. То есть утром проснулись, измерили. В обед измерили, вечером измерили. Таким образом, необходимо подобрать препараты таким образом, чтобы артериальное давление было не больше и не поднималось больше 130 на 80. Сейчас же вопрос такой. Андрей Андреевич, вот у меня артериальное давление не поднимается, но высокий пульс. А это уже другое дело. Это говорит о том, что, скорее всего, период увеличения сердца достиг максимума. И уже, наверное, применение гипертензивных препаратов помогает сердцу справляться с артериальным давлением, собственно говоря. Но развивается и шимическое заболевание сердца. И в этом случае уже необходима стимуляция сердца. Каким образом можно производить стимуляцию сердца? Когда необходима стимуляция сердца? Когда у человека сильная отдышка. То есть человек не может дышать. Как, с чем это связано? Для того, дыхание наше происходит следующим образом. Оно напрямую связано с нашим сердцем. Когда сердце полностью сжимается, у нас происходит выдох. Когда сердце расширяется, у нас происходит вдох. Но когда сердце не сжимается до конца, то у нас включается такая реакция. И нам хочется вдохнуть глубже или вдохнуть более сильно. Как бы не хватает кислорода. Это такое банальное объяснение. И для того, чтобы это было, мы не можем вдохнуть. О чем это говорить? И что необходимо с этим делать? Поможет обычный валидол. Можно взять небольшое количество валидола в рот. И делать глубокие вдохи и глубокие выдохи. Почему? Валидол расслабляет сердце. Устраняет вот этот кузубец, который возникает на пленке. И может устранить и не довести до появления инфаркта. Ну и после того, сколько таких вдохов и выдохов? Медленных вдохов и выдохов желательно на открытом воздухе. С ним больно. А слава богу, пусть работает, поддерживать ее не нужно. А поджелудочная? А поджелудочная обязательно. Поджелудочную нужно поддерживать всю свою сознательную жизнь. Поджелудочная у нас страдает. Я заметил, что если человеку лечишь позвоночник и не помогает ничего, начни ему лечить поджелудочную железу и позвоночник излечивается сам по себе. Так же у меня было в практике моей лечебной, что при лечении панкреатита реактивного, потом хронического, потом удалили там часть поджелудочной железы, условно больного назовем Виктор, когда он попал в отделение с тяжелым очень заболеванием, на фоне, там, неважно, у него травма была, там, поножовщина, и пришлось удалять часть панкреаса. И после чего, ну, очень тяжелое состояние было. До этого у него в анамнезе были заболевания позвоночника, то есть обширные листозы, там, там, первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого шейного, там, первого, второго, третьего, четвертого грудного, пояснично-крестцовый отдел, и грыжи, и у него там, ну, вообще ужас. То есть он толстый, страшный, пьющий, еще там сидевший сто раз, еще и с таким ярко выраженным перикардитом, на фоне перенесенного туберкулеза в детстве, и еще и там у него, ну, в общем, куча всего. Еще и с поножовщиной и так далее. Ну, и не смог нормально перенести операцию, и было даже, ну, неважно. И это все привело к тому, что пришлось долго лечить его, и лечить ему поджелудочную железу. Применяли ферменты, применяли общую терапию противовоспалительную, ну, и там, все, что касается антибиотическую, и так далее. При нем применяли в дальнейшем преднизолон, вернее, гидрокортизон струйный и так далее. Ну, так вот. Когда его лечили-лечили, то после лечения у него прошли заболевания позвоночника. И у всех был шок, потому что лечили ему вообще непонятно что, а вылечили позвоночник. Он после этого говорит, ну, надо же, у меня вообще перестал позвоночник болеть. Почему? Ну, потому что он в общей сложности где-то 20 дней находился в больнице и не принимал никакого алкоголя. А потом говорит мне, как-то мы встречались, и этот Виктор мне говорит, Андрей Андреевич, только выпью 2 дня, так болит позвоночник, плашмя лежу. И мы говорим, а ты, Витя, не пейте. Это все в комплексе способно на протяжении где-то одного месяца приема способно привести в норму ваш желудочно-кишечный тракт и убрать синдром хронически раздраженного кишечника. В случае, если он не отягощен бактериальной валидностью, то есть у вас нет инфекционной формы какого-либо заболевания, то есть вы не болеете в этот момент энтероколи, не болеете стриптококом, у вас нет микозов, нет кандиды, нет протеи и так далее. То есть вот в этом случае, скорее всего, данный комплекс может вам помочь. Но обратить на это я особо внимание рекомендую. Если принимать пепсин и следить за своим стулом, то стул должен формироваться и должен быть нормальным. Что нельзя категорически? Если у вас синдром раздраженного кишечника, вам категорически нельзя принимать сладкое и алкоголь любой, нельзя. При запоре можно, при диарее хронической категорически нельзя, категорически. Вы в дальнейшем приведете свой позвоночник в совершенно невероятно ухудшенное состояние. Вообще, по моему мнению, все заболевания, которыми болеет человек, в большинстве своем связаны с неправильной работой кишечника, иммунитета и нервной системы. То есть у человека есть психия, у человека нарушен пробиом кишечника, его бактериальная микрофлора и нарушен иммунитет. То есть человек переболел инфекциями какими-то. Только изменяя три компонента, можно тотально изменить общее состояние. Перейдем все-таки к теме, которая связана со вторым процессом. Второй процесс обычно связан чуть-чуть в другом направлении. Человек ограничивает себя в пище. Желудок при этом, он должен постоянно тренироваться. Если в рационе питание голод, и человек очень мало употребляет пищи, кстати, для людей, у которых синдром раздраженного кишечника, я уверен, что у таких людей еще одно заболевание может быть сопутствующим. Это заболевание гипертоническая болезнь. И у таких людей обычно нижнее давление, оно будет повышенным. Почему? Как ни странно, хоть вам ни один врач это не скажет, пониженное нижнее давление дистолическое. Его обычно не могут объяснить. Нам-то понятно, что такое систола и диастола. Мы понимаем, что это давление сосудов и давление сердца. И жировики являются следствием плохо функционирующей печени. Это говорит о том, что в вашей печени высокое количество гликированного гемоглобина. Он провоцирует появление жирового гепатоза печени, который, в свою очередь, может провоцировать появление вот таких жировиков или липом. Каким образом справиться с этим? Если провести терапию и принимать препарат L-карнитин совместно с препаратами для печени, битулин, тантал, гепофит, и делать это на протяжении хотя бы 1-2 месяцев, то в дальнейшем появление новых жиров. Это все в комплексе. Способно на протяжении где-то 1 месяца приема привести в норму ваш желудочно-кишечный тракт и убрать синдром хронически раздраженного кишечника в случае, если он не отягощен бактериальной валидностью. То есть у вас нет инфекционной формы какого-либо заболевания. То есть вы не болеете в этот момент энтероколи, не болеете стриптококом, у вас нет микозов, нет кандиды, нет протеи и так далее. То есть вот в этом случае, скорее всего, данный комплекс может вам помочь. Но обратить на это я особо внимание рекомендую. Если принимать пепсин и следить за своим стулом, то стул должен формироваться и должен быть нормальным. Что нельзя категорически? Если у вас синдром раздраженного кишечника, вам категорически нельзя принимать сладкое и алкоголь любой? Нельзя. При запоре можно, при диарее хронической категорически нельзя. Категорически. Вы в дальнейшем приведете свой позвоночник в просто, в совершенно невероятно ухудшенное состояние. Вообще, по моему мнению, все заболевания, которыми болеет человек, в большинстве своем связаны с неправильной работой кишечника, иммунитета и нервной системы. То есть, у человека есть психия, у человека нарушен пробиом кишечника, его бактериальная, ну, наверное, микрофлора и нарушен иммунитет. То есть, человек переболел инфекциями какими-то. Только изменяя три компонента, можно тотально изменить общее состояние. Перейдем все-таки к теме, которая связана со вторым процессом. Второй процесс обычно связан чуть-чуть в другом направлении. Человек ограничивает себя в пище. Желудок при этом, он должен постоянно тренироваться. Если в рационе питания голод и человек очень мало употребляет пищи, кстати, для людей, у которых синдром раздраженного кишечника, я уверен, что у таких людей еще одно заболевание может быть сопутствующим. Это заболевание гипертоническая болезнь. И у таких людей обычно нижнее давление, оно будет повышенным. Почему? Как ни странно, хоть вам ни один врач это не скажет, пониженное нижнее давление, дистолическое, его обычно не могут объяснить. Нам-то понятно, что такое систола и диастола. Мы понимаем, что это давление сосудов и давление сердца. И в любом случае есть смысл обратиться к врачу, если зуб не пройдет после серной мази. Если пройдет, тогда скажите мне спасибо. У моего мужа на ладошках трескается кожа и очень неприятный, и не очень приятный. Как красиво. Очень неприятный, надо было написать. Запах изо рта. Помогите советам. Большое спасибо. Плохой запах изо рта изофагиальный рефлюкс и галитоз на его фоне. Чем нужно лечить? Я уже говорил. Ксиллокс. Две таблетки три раза в день. Никакого кофе. Вообще. Зубы лечить. Обязательно носоглотку и смотреть, нет ли гайморита. Третье. Экстракт железняка. По две таблетки три раза в день. Четвертое. Жидкий каолин. Одна чайная ложка. Два-три раза в день. Курс лечения один месяц. После этого запаха изо рта не будет. Трескается кожа на руках. Псаря, скорее всего. Чем лечит? Берете мой бальзам, который называется лизоциновый. Им нет-нет. Бальзам, который называется изотоновый. Им смазываете. Трескаться перестанут. И еще. Гиалуроновый вот такой флюид. Купите гиалуроновый флюид. Этим флюидом тоже смазывайте места, которые трескнут. Ну и конечно традиционная медицина говорит, что это может быть на фоне минопаузы. Это может быть врожденными или генетическими унаследованными заболеваниями глаз. Это может быть прием отдельных медикаментов. Это может быть даже стрессы и даже влияние магнитного поля. И даже влияние магнитных бурь, которые сейчас, кстати, очень активно проходят. Кстати, несколько слов об этом и продолжим по глаукоме. Сейчас такое время, когда появились и продолжают проявлять себя просто огромного масштаба магнитные бури. Магнитные бури, об этом много говорится и много людей пишут, и много блогеров подхватывает, пишут о том, что это очень опасно и так далее. Хочу сказать, что магнитные бури, они с одной стороны не чрезвычайно опасны для человека, но одной из особенностей магнитных бурь заключается в том, что влияет на поверхность земли и появляющиеся компоненты, они могут приводить к спазмам сосудов, из-за этого и появляются мигрениевидные боли, может повышаться артериальное давление, может появляться раздражительность и даже бессонница. Скорее всего, это через короткое время закончится, будем надеяться, никак с этим справиться невозможно, такие формы боли устранить фактически невозможно и просто наблюдайте за тем, когда они появляются, обязательно принимайте лежачее положение, обязательно принимайте препараты для расширения сосудов. Мучаюсь с болями в тазу, отдающей пах с двух сторон. Врачи не могут определить диагноз, было у невролога, нейрохирурга, ортопедов, что или кто может мне помочь. Это может быть, еще, во-первых, что необходимо делать, это необходимо, если невролог, ортопед, то нужен гинеколог теперь, также необходимо сделать исследование, возможно, к программу, посмотреть, нет ли крови в калия, дабы исключить формирование опухолей, но вот в этом направлении необходимо работать. То есть, вам остался гинеколог, гастроэнтеролог и произвести исследование по направлению гастроэнтеролога на наличие или на отсутствие к программе крови. Если к программе крови, делать тогда колоноскопию, смотреть, нет ли опухоли, потому что такое обычно возникает при опухолях, обычно такой эффект возникает при опухолях. Не обязательно должна быть опухоль злокачественная, при доброкачественных тоже возникает, при миоме может возникать, если миома очень большого размера. Как избавиться от панической атаки? Паническая атака есть следствие какого-то процесса. Обычно это следствие процесса, которое условно можно назвать тупиком. То есть человек не может найти решение. То есть этот тупик может быть связан с тем, что человек себе придумал, что я вот умру или я утону или я заболею или я там инфицируюсь или я точно там что-то со мной сейчас произойдет. В этот момент любая мысль, которая появляется, она все далее и далее вгоняет человека в ухудшающееся состояние, которое может в дальнейшем перейти в неконтролируемое состояние, которое я уже называю абсансом. И это может быть на фоне всевозможных синдромов без анализа, какое заболевание психиатрическое есть у человека. То есть это любое может быть заболевание, вот шизофренией заканчивая обсессивным или компульсивным синдромом или наличием депрессии и так далее. То есть паническая атака может быть стихийно появляющимся заболеванием у человека. Что необходимо знать, когда паническая атака появляется и обязательно появляется какая-либо мысль, она не должна быть стопроцентно экспертной, то есть нельзя на нее опираться. Каким образом? Я сейчас умру. Нужно сказать нет, я скоро еще не умру. вот каждая мысль она должна иметь продолжение. Я скоро умру, но не сегодня. После каждой мысли, которая возникает в момент того, когда у человека появляется паническая атака, нужно ставить но. Допустим, со мной произойдет сейчас что-то, но не сейчас. Я сейчас умру, но не сегодня. Со мной что-то случится, но не сейчас. Мне плохо, я умру, но не сегодня. То есть вот таким образом необходимо справляться. Андрей Андреевич, очень болит пятка при ходьбе и в покое, если это не шпора. Если это не шпора, то пятка может болеть еще и в случае подагры, потому что подагра может являться как убрать и шпору и подагру. Натирайте место более обычным нашатырным спиртом. Ставьте скалку такую для того, чтобы раскатывать тесто, желательно деревянную. И вот такой скалкой катайте стопу. Сырой картофель лушпайка, это очистка, которая сходит с картофеля, когда его очищают. Вот этой сырой стороной, не там, где кожура, а уже с другой стороны, ее необходимо к месту более прикладывать, желательно на ночь. И спать не в шерстяных носках, а в хлопчатобумажных, а сверху можно шерстяной носок, но так, чтобы там была вот эта очистка прямо на месте этой боли. Ну и хорошо очень нашатырным спиртом. Помогает еще, помните состав, я говорил, яйцо и уксус. если вы постоянно контачите с водой или с токсинами, то это скорее всего экзема. Но как правило с этого начинается псориаз. То есть он вот так развивается без бляшек, он вот так развивается, лопается просто где-то на фоне фаланги, но это может быть каким-то еще заболеванием, это может быть синдром Рейно, это может быть воскулит и так далее. Знаете, то есть вот так поставить диагноз от того, что лопается палец скорее всего невозможно. Можно ли что-либо сделать и в каком направлении необходимо проводить исследование? Необходимо на камере зажить свет и вот так на палец посветить. В случае, если палец внутри красный, а не желтый, это говорит о том, что там кровоснабжение пальца развито и оно сохранено. В случае, если он там желтый и не видно капилляров и кровеносных сосудов, то это плохой синдром и необходимо идти к ревматологу. В случае, если у вас все хорошо и это просто все красненько, это хорошо, переходим к другому виду, уже к лечению. Что я рекомендую использовать? Смазывайте самым обыкновенным белком куриного яйца 1-2-3 раза в день на протяжении 1 месяца. В случае, если это экзема, то белок куриного яйца сможет убрать. Или в случае, если это псориаз, то вам поможет мой препарат, который называется изотоновый бальзам. Изотоновый бальзам. Меня когда-то один дедушка, который здесь жил в Украине, научил делать интересную мазь. И этой мазью очень многих я в свое время вылечил. И такие были тяжелые заболевания, знаете, и псориаз был у человека, и прямо такие были грузди в виде таких бордовых кандилом на теле, знаете, оно все подпадало. Разные были такие у меня люди. И вот дедушка этот лечил, рассказал как мне, и я готовил мазь. первое, что он делал, это брал картофелину, и вот этой картофелиной по таким местам водил, и потом бросал там, где капает дождь, для того, чтобы эта картошка сгнила. И во время этого он читал молитвы. Я вам говорю, я просто просьбы говорил, пусть это сойдет, пусть это в картошку перейдет, и где-то на угол закапывал, и это все проходило. очень помогало, но помимо всего прочего, он научил меня готовить мазь определенную. Нужно было взять литр яблочного вина и 100 граммов табака. Это между собой, на базаре табак, я покупал, он везде продается, ну у нас в стране везде. Смешивал между собой, варил час, после этого отцеживал. Вот эта жидкость, уваривал ее немножко. начать вот таким образом складываться, то вот такие позы они могут существенно помочь вам. Какие есть, что необходимо знать для того, чтобы давление артериальное повышалось? Артериальное давление, как правило, повышается на фоне того, что у человека есть спазм сосудов или сжимание сосудов. Таким препаратом, которые могут приводить к спазмам и сжиманиям, являются все абсолютно средства с ярким запахом. Первое чесночная настойка. Каким образом она изготавливается? Берете чеснок или сок чеснока, отжимает кто-нибудь этот сок чеснока и смешивает одна чайная ложка сока чеснока с одной чайной ложкой обычной спирта или водки. Водки лучше. И принимается следующим образом. Принимается так, одна капля на ложку воды или ложку молока первые день, один раз в день, второй день два, две капли, третий день три капли, четвертый день четыре капли, так до чесночная настойка. Каким образом она изготавливается? Берете чеснок или сок чеснок чеснока отжимает кто-нибудь этот сок чеснока и смешивает одна чайная ложка сока чеснока с одной чайной ложкой обычной спирта или водки. Водки лучше. И принимается следующим образом. Принимается так, одна капля на ложку воды или ложку молока первые день один раз в день, второй день два, две капли, третий день три капли, четвертый день четыре капли так до пятнадцати капель или до четырнадцать капель в обратную сторону. И вот такие циклы, после чего делается пауза три-четыре дня и вот такие циклы можно повторять. Есть великолепное средство называется таурин, оно тоже стимулирует, гинкобилоба стимулирует, радиола стимулирует, дальше мирта и капли из мирты стимулирует, и повышают давление. Далее из таких повышающих давления веществ могут быть куркума, может быть мускатный орех, это может быть еще настойка малиновых листьев, настойка малиновых листьев, одна столовая ложка малиновых листьев заваривается одним стаканом кипятка, принимается по полстакана два раза в день, это поднимает артериальное давление, стимулирует, чай каркаде, этот дофамин, он приводит к тому, что появляется судорожная активность, потому что чем больше остается дофамина, тем меньше усваивается кальция, именно поэтому, не кальция, а магния, именно поэтому, знаете, что магний, он купирует дофамин, поэтому людям, которые принимают алкоголь, необходим магний в очень большой дозировке, кстати, тот, кто курит тоже, вот принимайте препараты магния, это обязательное условие, судороги у вас появляются на фоне алкоголя, ощущение, будто тело стянуто и болезненно, и выкручивает, и так далее, это все переизбыток самого настоящего дофамина, что может помочь, есть несложные препараты, которые могут купировать дофамин, это нейролептики, среди таких нейролептиков, не буду советовать, пусть врачи советуют, не должен я это делать, а у меня есть препарат, называется он, называется он у меня серантал, вот он может устранять переизбыток дофамина, медитация убирает переизбыток дофамина. Ирина Лебедева, подскажите, пожалуйста, как народным средством убрать стяжневую шипицу, спасибо большое, в случае, если это прокол, то не уберете, тогда нужно идти к врачу, возможно, там формируются некроз, это очень долго будет убираться, если она вертикально расковыривается немножко и сырое мясо обмывается говяжье, лучше телячье, и прикладывается к шипице, обматывается чем-нибудь, ночью спится и днем выбрасывается, если за один день не помогло, нужно идти срочно к врачу. Второй вариант, берется сливочное масло, оно накладывается на место шипицы, сверху чем-нибудь клееночкой обматывается и на ночь, днем обтирается и человек ходит так вот 3-4 дня и шипится сама по себе. Всем привет, Андрей Андреевич, как продлить менопаузу? Зачем? Зачем? Отстранить климактерический период, правильно? Зачем? Не нужно этого делать. Дело в том, что те люди, которые идут наперекор природе, в дальнейшем могут иметь проблемы. Какие появления онкологических новообразований? Многократно я это наблюдаю, когда вот всеми путями стремятся. Это же природой устроено, знаете, если уже есть там пониженный антимюллеровский гормон, то тогда уже не нужно что-то там стремиться, пусть оно все заканчивается. Это ни на что не влияет. Наша менопауза, ваша менопауза, если это не аминорея, если это не десминорея, вернее, аминорея это кровотечение, а десминорея это отсутствие месячных. В случае, если у вас не десминорея, а в случае, если у вас климакс, то тогда не стоит продлевать, не стоит ничего с этим делать. Это влияет только на репродуктивную функцию, а если вы уже не планируете иметь детей, незаметнорея, самое страшное это было кофе. Он выпивал в день, наверное, 6 ведер кофе. Он был где-то метр семьдесят роста, и в день выпивал он, по моим почетам, крепких таких маленьких чашек кофе, до тридцати, наверное, может быть и больше. Потому что как-то вечером, когда мы перед сном сидели, занимались, читали свои книги, то он заваривал это кофе прямо каждые пять минут. И при этом его пил, пил, пил и мне говорил, давай, давай. Я говорю, нет, нет, ты что, я так много кофе не могу, я потом не сплю. И вот он при этом нормально спал, нормально себя чувствовал, был худой и так далее. Сейчас очень знаменитый человек живет в Сеуле. Не знаю, сейчас он продолжает пить кофе или нет. Но кофе это не вредно. Может ли большой прием кофе вызвать у человека заболевание, может ли вызвать, назовем это хоть такого заболевания, может ли вызвать инфаркт? Да. Вы знаете, что огромный прием кофе может вызвать инфаркт у человека, потому что повышаться может артериальное давление и произойти инфаркт. Далее, может произойти инсульт, гипотетически может и инсульт произойти. Также в случае, если человек выпьет по-моему 4 или 6 столовых ложек растворимого кофе на стакан воды, то он умрет. То есть, это ядовитое вещество. Кстати, такие ядовитое вещества, в случае, если у нас есть медицина, есть Всемирная Ассоциация Здравоохранения, которая утверждает, что продавать вещества, которые в большой дозировке могут привести человека к смерти, это опасно и это делать нельзя. Именно поэтому вы не можете купить препараты из чистотела, которые, по моему мнению, должны быть или которые можно продавать. Потому что препараты с невысоким содержанием чистотела способны лечить изофагиальный рефлюкс, галитоз, причем очень быстро. Но их запрещают продавать, потому что большая концентрация чистотела может привести человека к отравлению. Точно так же и с белодонной, знаете, там много всяких есть таких препаратов. Но самое интересное заключается вот в чем. Если взять 4 столовых ложки чистотела, заварить их кипятком и выпить, то не отравишься. Ничего с тобой не произойдет. Скорее всего у тебя будет диарея активная и после этого просто несколько раз ходите в туалет. А вот в случае если выпить 4 столовых ложки кофе, то стоп когда у человека появляется, я уже сегодня говорю, когда у человека появляется желание кушать сладкое вечером, это отличается от желания кушать сладкого утром. С чем это связано? Смотрите, когда человек вечером хочет есть сладкое или же человек хочет есть острое или же выпить алкоголь или же пойти к холодильнику, это говорит о том, что он находится в процессе, когда ему необходимо спать. Когда у нас есть процесс в организме, который заложен в нашем организме природа, это называется циркадные ритмы. Такие циркадные ритмы это регуляция нашего бодрствования и сна. Циркадные ритмы человека обычно настроены уже в момент его рождения и вечером после 9 часов вечера обычно или 10 часов вечера, 11 часов вечера человеку необходимо ложиться и спать, так как процесс высвобождения серотонина и подавления дофамина происходит в это время. и в этот момент человек наоборот сейчас правильно получается высвобождение дофамина правильно я говорю, да, в момент засыпания подавления дофамина, а в момент сна выделения дофамина. И дофамин это гормон радости. И в тот момент, когда человек в момент засыпания пропустил, у него начинается независимо ни от чего следующий этап циркадного ритма выделения дофамина. Когда у человека выделяется дофамин, человеку необходимо обязательно есть, ему необходимо специи, ему необходимо яблочко, ему необходимо конфета, ему необходимо какая-то такая эмоция. дофамин может очень активно выделяться в раннем утре, утром рано, поэтому некоторые люди утром встают, им сильно хочется кушать. А есть люди, у которых вечером, когда они пропускают и первое, и второе, это циркадные ритмы или проявления циркадных ритм. Липом, наверное, что можно сделать? Большое количество липом является следствием доброкачественного перерождения жировой ткани, которая формирует вот такие липомы. Каким образом устраняется? Применением большого, первое, глютатионовые капельницы, 10 и более штук. Второе, L-карнитин необходимо принимать не менее 2-4 таблеток два раза в день. Это все безопасно. Далее, специальная диета, в ходе которой максимальное уменьшение употребления углеводов на протяжении длительного периода времени. Лично также есть ряд таких нюансов, когда есть люди, которые могут курить до поздней старости и в 90-е и в 100 лет курить и тушить, и легкие будут в хорошем состоянии. Это говорит о том, что легкие имеют большую адаптивную способность и могут справляться с бесконечным воздействием вот этих веществ, которые попадают. В тот момент, как другие могут курить недолго, а в дальнейшем, опять-таки, здесь еще и как карта ляжет, потому что есть еще нюансы такие, когда, допустим, человек курит и болеет, допустим, вирусом. Вы знаете, что легкие, которые постоянно используются, которые постоянно подвергаются термическому влиянию, которые подвергаются токсическому влиянию, эти легкие истощаются. Как это проявляется? Если посмотреть на клетки и выстиланные слизистые части внутренних капилляров легких, альвеол, то можно, бронхов, то можно определить, что там есть такие незначительные слепания, потрескивания, агрегации, и это все фактически постоянно не заживает, то есть оно рубцуется в дальнейшем. И когда мы курим, то это со временем приводит к тому, что появляются раздражительные такие компоненты, и потом человек, когда начинает болеть вирусом, то больше всего страдают легкие и могут быть на фоне того, что человек курит, перенести вирус может очень сложно. И так один человек может перенести его легче, а у другого могут быть осложнения, связанные с легкими. Опять-таки, как повезет. Поэтому на свой страх и риск. Если, я вообще хочу сказать, есть люди, которые всю жизнь курят и никак от этого не страдают. Есть люди, которые всю жизнь употребляют алкоголь с самого рождения и в очень преклонном возрасте перед самой кончиной выпивают по литру каждый день и всю жизнь этим. Она заключается в определении, которое называется митохондрия. Существует процесс Зайчики. Куда? Ну давай, можно идите. Вы хотите фломастер? Вот там фломастеры лежат. Вот там, в том шкафчике. Давай, открывай второй ящик или первый. Да. Давайте подождем, пусть дети выйдут. Зайчики, берите и выходите, масики. Я потом закрою. Я все уберу потом. Берите, а потом все закрою и уберу. Закрою. Я потом закрою, Аннушка. Так вот, существует процесс, который называется митохондрия. Митохондрия это клетки или наша клетка состоит, каждая клетка простейшая. И каждая клетка в нашем теле, она не отличается друг от друга, но она отличается митохондрией. Чем отличаются клетки нашего организма? Они отличаются исключительно митохондриями. Размер клетки и размер митохондрии делает клетку соответствующей клеткой определенного органа или определенной оболочки человеческого организма. Что такое митохондрия? Митохондрия это грубо источник энергии клетки. То есть для того, чтобы наша клетка функционировала, она должна где-то брать энергию. Так эта энергия в каждой клетке она формируется. Данный процесс формирования клетки в митохондрии называется процессом циклокремпса. И митохондрия получает глюкозу. Происходит процесс, который называется процесс расщепления глюкозы с, по-моему, хром-гидролазой, с выделением гидролазы такой, которая, в свою очередь, расщепляется до молочной кислоты. Глюкоза расщепляется до гидролазы, до молочной кислоты, а также формируется после расщепления при помощи тумора М4, перуваткиназы, делится на рома перовиноградную, перуват виноградную и аромомасляную, и после чего через оболочку выводится из этого использование обычного сала свиного. Берется свиное сало, желательно не соленое, свежее. Делается из него такой вот маленький, небольшого размера делается свеча, небольшого размера свеча. Можно даже присолить его и в холодильник. Да, в холодильник не надо, присолить и поставить куда-нибудь на окошко. Знаете, чтобы оно пожелтело и чуть-чуть присолилось и чуть-чуть подтвердело, потому что обычно сало, оно мягкое. Но выбирать лучше самое мягкое, кстати. Потом руками вот так обтряхните с этого сала всю соль, которая есть, чтобы оно чистое было. Мыть не нужно. И аккуратно, можно даже сверху смазать чем-нибудь. Поставьте в место, где у вас есть увеличение узла. Очень эффективно. И ходите, можно на ночь, можно на протяжении дня. И ходите. Очень эффективно, потому что боль исчезает сразу, кровотечение за один день. Эффективный такой простой метод. Всем, каким образом справляться, подход должен быть не в виде капель, потому что вы видите, что причин уже достаточно много. Итак, артериальное давление. Чем снижать? Рекомендую использовать прежде всего для людей более взрослого, более взрослых, рекомендую использовать аргинин. Это аргинин, это аминокислота, которая является мощнейшим вазодолитатором. Вазодолитация, это расширение сосудов. При расширении сосудов происходит увеличение объема сердца, увеличение объема кровеносной системы, фактически уменьшая общее артериальное давление. Далее, обратитесь обязательно к кардиологу для назначения и определения стабильного артериального давления. Начните производить измерения артериального давления и подберите те препараты, которые максимально подходят вашей маме. Третье, очень часто у взрослых людей артериальное давление может подниматься на фоне стрессовых ситуаций. Поэтому такие простые успокаивающие вещества, как настойка валерьяны или настойка зверобоя или настойка пустырника, они могут помочь мягко справляться с такими состояниями. Четвертое, очень часто повышается артериальное давление на фоне запоров, на фоне высокой кислотности. Очень могу посоветовать использовать холосас, настой шиповника, для того, чтобы улучшить стул вашей бабушки или настойка пиона. И первый, и второй препарат, они справляются, но во всяком случае улучшают общее пищеварение, улучшают общую проходимость кишечника и могут помочь справиться с стулом. Кстати, ладно, потом. Проблема артерии, проблема кровеносных сосудов. Может помочь такой необычный метод разгрузки артерии. Этот необычный метод, он не связан с питанием, он связан с лежанием. На чем? Первое, лежание в утренние часы, желательно на теплом коврике, который будет прогревать позвоночник, особенно это подходит женщинам, особенно взрослым. Также принимать аминокислоту аргинин, она тоже участвует в восстановлении нервной ткани. Альфа-липоевая кислота, L-аргинин, L-триптофан и никотиновая кислота и янтарная кислота. Вот, используйте. Но вам, наверное, это не подходит, потому что вы, наверное, в совсем плохом состоянии и ищете остеопата и так далее. Знаете, что необходимо делать? Первое, обязательно собачьи, обязательно шерстью, обязательно какой-то шерстью оберните то место, где больше всего болит. Также эти места обязательно натирайте нашатырным спиртом. Нашатырным спиртом. Также по 5 капель нашатырного спирта на стакан воды пейте. Почему? В тех местах, где происходит такая скованность, там можно, если взять биопсию, провести гистологические исследования, мы найдем высокое содержание молочной кислоты. И вот эта молочная кислота, она должна быть дезактивирована. И эта дезактивация может произойти, если натереть и даже выпить небольшое количество нашатырного спирта. Принимайте мой препарат, который называется Ресвератрол и экстракт железняка. По 2 таблетки 2 раза в день. А к ячменю прикладывайте жидкий раствор лизоцима. У нас есть такой препарат лизоцим. Вот этот жидкий раствор лизоцима можно прикладывать на салфетки прямо к глазам с левой и с правой стороны. Также, когда наступает весна, для того, чтобы не развивались конъюнктивиты, ставьте себе в нос небольшие ватные тампончики. Так, чтобы они были внутри носа. И ходите на протяжении дня с этими ватными тампончиками. Это, хоть и выглядит где-то не по-медицински, но зато очень эффективно борется с аллергенами, которые могут попадать на слизистую оболочку носоглотки. И как раз весной вот сейчас такие самые яркие обострения. Также очень рекомендую попринимать препарат, который называется геммортан. Принимайте его следующим образом. Если у вас конъюнктивиты и в случае, если у вас вот такие высыпания на губе и это у вас явление, которое появляется и проявляется на протяжении всей вашей жизни, то я очень рекомендую пройти курс очищения крови. Данный курс очищения крови можно пройти, принимая мой препарат гемортан. Принимайте его необычным следующим образом. Первый день на ночь 6 таблеток перед самым сном. Со второго дня по 2 таблетки 3 раза в день, а на седьмой день начинайте принимать 2 таблетки утром, 2 таблетки вечером. Курс лечения 1 месяц. После такого лечения вы увидите, как согреются ваши конечности, улучшится общее самочувствие, исчезнут в дальнейшем конъюнктивиты и уже сыпи какие-либо на поверхности слизистых оболочек появляться не будут. Препарат железняк, который будет восстанавливать препарат железняк, он действует таким образом, чтобы устранить как раз микозы. Для вашей дочери, у которой кандидоз, дополнительно принимать препарат, который называется альбикан. Запомните, это препарат, созданный мной для работы с устранением кандида, микоза кандидой, то есть грибковой инфекции кандидоза. Также очень рекомендую применять в случае, если у вас есть молочница, независимо ни от чего, принимайте его внутрь, потому что кандидоз обычно он у нас вагинально может появляться, на самом деле он находится в желудке и находится в... бывает такое, что может находиться на всем протяжении всего желудочно-кишечного тракта. И сорбент и обязательно принимать железняк и обязательно принимать лизоцим. Лизоцим экстра по 2 или даже по 3 таблетки 3 раза в день. Нужно ли при этом что-то делать с печенью? Смотрите, аллахол не нужно принимать. Пусть принимает препарат, который называется Гепакс и второй препарат, который называется Гепофит. И первый и второй препарат в мягкой форме помогут печени справляться и правильно формировать и выделять желчь. Вот таким образом можно будет помочь вашему ребенку. Из народных таких средств, ну, первое это железняк. Прием железняка заваривать его так, 1 столовая ложка на 1 стакан воды принимать 3 раза в день. Далее изготовление определенного вида кефирчика. Каким образом он делается? Берете молоко, если нет аллергии на молоко, берете молоко коровье и плюете туда. Только не вы, а она. Дело в том, что слюна, которая попадает в коровье молоко, в дальнейшем приводит к появлению необходимой лактобактерии, которая в действительности может быть очень важным компонентом для восстановления желудочного пробенома или желудочного желудочной флоры, микрофлоры. Прием каолина или глины 1 столовая ложка на 1 стакан воды 1 раз в день. Такой же препарат есть смекта, можно смекту принимать. Но без сорбента силокс не обойдется это. По моему мнению, псориаз является переизбытком накопления хлора в организм. Каким образом он там перенакапливается я не знаю, но когда были исследования и тех людей у которых был псориаз я просил чтобы они сдавали или проводили исследования крови на наличие хлора, то у всех людей было повышенное количество хлора. И конечно это создало такую дилемму, знаете, потому что чем лечить псориаз неизвестно сегодняшний день считается аутоиммунным заболеванием, а вот никто не наблюдал за тем, что да, действительно у многих людей, у которых есть такое заболевание есть повышение хлора и снижение этого хлора может помочь человеку справиться с данным заболеванием. А чем можно снизить хлор? Как ни странно кальцием. Хлор он может связываться с кальцием и кальций может выводить хлор. И хлор с кальцием особой формы какой формы в виде витаминов кальция допустим и витаминов D группы D1, D2, D3 в любой форме токоферолы там любой формы и это все кальций и феролы это все токоферолы это не то кальций и ферол это все конечно если давать то есть эффект он может быть не очень активный но в дальнейшем показывает свои хорошие результаты. Также ни в коем случае не голодайте очень часто при если человек голодает то есть используют в ходе прогрессивного желания похудеть используют метод неедения особенно женщины это делают то в дальнейшем появляется либо киста яичника либо узел щитовидной железы это очень частое явление поэтому и первое и второе это нехорошо что необходимо делать необходимо не голодать то есть это обязательное условие также использовать мою мазь которая называется эндометрикс пересмотреть рацион своего питания обязательно кушать 3-4 раза на протяжении дня не голодать можно просто не есть там ряд или какие-то виды пищи вообще поправление и похудение как правило не связано с употреблением пищи очень часто люди отекающие думают что они поправились очень часто люди у которых есть асцит думают что у них живот большой люди у которых есть проблемы с допустим синдромом раздраженного кишечника думают что у них обвисший живот или живот торчит и так далее когда я на пляж приезжаю часто очень вижу отекших с асцитными животами людей которые думают что у них избыточный вес на самом деле если у этих людей убрать отечность живота если убрать у них почечную недостаточность если поработать с их печенью то и кишечником то они худеют мгновенно это происходит на глазах какой самый удачный препарат и что им необходимо необходим препарат который будет убирать токсическое отравление или который будет убирать токсическое воздействие кишечника на организм это препарат ксилок сорбент компания тибетская формула очень есть популярные такие люди которые говорят если поставить этот шейный позвонок атлант то все весь здоровый будешь не делайте этого я вам говорю после того когда вы потянете себе голову которая у вас стоит от рождения так как она должна стоить а правильно она стоит на сто процентов если вы в возрасте 30 и старший лет сделаете себе поправку этого атланта поставьте тире и напишите через 10-15 лет у вас будут сумасшедшие проблемы с позвоночником шейного отдела никогда в жизни этого не делаю я редко и на этом фоне и похудел и улучшил общее состояние и так далее смотрите в чем есть особенность если посмотреть на людей которые проживают на земле и взять ребенка за компонент абсолютного здоровья и взрослого человека как человека который заканчивает свою жизнь то между ними есть определенные различия данные различия они имеют определенный фокус этот фокус заключается вот в чем он заключается в дыхании когда ребенок спокоен то в момент своего дыхания он совершает приблизительно до 45 вдохов и выдохов на протяжении одной минуты когда человек взрослеет то в 90 лет он может делать не более 12 вдохов выдохов на протяжении одной минуты вы можете сейчас посчитать в случае если вы в спокойном состоянии делаете приблизительно 20 вдохов и выдохов то ваш возраст он приблизительно будет соответствовать 45 годам это нормальный процесс при этом в случае если вы дышите 20 раз на протяжении одной минуты то я могу сказать наверняка что у вас уже имеет место быть гипертоническое заболевание сердца и скорее всего формирующиеся ожирение и так далее во всем этом виновата наша клеточная система и вот как раз эти митохондрии особенность этих митохондрий заключается в том что они живут и функционируют в случае если есть кислород в случае если замедляется процесс кислородный и попадание в них кислорода то тогда формируется целый ряд заболеваний почему у человека появляется одышка ну конечно же одна из версий их много этих версий знаете это может быть все что угодно это может быть осматическая одышка гипертоническая одышка заболевания сердца заболевания легких и так далее но есть еще митохондриальная теория или теория митохондриальная теория старения которое говорит о том что человек болеет исключительно от того что он становится старше то есть происходят века визмины это возрастные изменения и за счет вот этих возрастных изменений у человека происходят эти процессы по вашему мнению если общий креатинин в норме айсков понижен то 66 168 о чем это сигнализирует это сигнализирует о почечной недостаточности или пилонефрите необходимо посмотреть на лимфоциты если они повышены то тогда скорее всего это пилонефрит если в норме ну тогда терапию по поддержанию работы почек также крови очищающие какие-либо там можно сделать допустим но однозначно необходимо через терапию обратиться к нефрологу вот полю это может быть все что угодно в том числе не специфический язвенный колит он таким образом и проявляется как вы описали все эти симптомы они соответствуют данному заболеванию что необходимо предпринять однозначно необходима помощь гастроэнтеролога не специфический язвенный колит необходимо лечить гормональными препаратами преднизолон или медрол но я со своей стороны могу сказать что почему-то очень хорошо зарекомендовала себя применение высоких дозировках вещество пепсин вы можете приобрести пепсин где его можно приобрести набрав в интернете пепсин вы его можете приобрести так как он продается для изготовления кисломолочных продуктов его бросают кисломолочные продукты для получения творожной массы или для получения сбраживания молока ускорение этого процесса в какой дозировке принимать 1 чайная ложка на небольшое количество воды буквально 1 чайная ложка на 7 8 ложек наверно на 50-100 грамм жидкости теплой воды разводится и маленькими глотками на протяжении 10 минут выпивается данная жидкость обычно применение два или три раза в день на протяжении трех четырех дней может помочь вам купировать данную вот такую форму острого колита но хочу вам сказать что это все как правило связано с отеком слизистой оболочки желудка и всего желудочно-кишечного тракта и поэтому в дальнейшем лучше не при улучшении общего состояния лучше не дожидаться когда станет еще хуже все же обратиться к врачу который назначит вам тоцидные препараты сульфа салазин скорее всего назначит вам препараты что я со своей стороны могу посоветовать применяйте народ советует пить глину то есть применяйте мой препарат который называется калием одна столовая ложка на один стакан воды применяйте такую водичку один или два раза в день вообще поправление похудения как правило не связано с употреблением пищи очень часто люди отекающие думают что они поправились очень часто люди у которых есть асцит думают что у них живот большой люди у которых есть проблемы с допустим синдромом раздраженного кишечника думают что у них обвисший живот или живот торчит и тогда когда я на пляж приезжаю часто очень вижу отекших с асцитными животами людей которые думают что у них избыточный вес на самом деле если у этих людей убрать отечность живота если убрать у них почечную недостаточность если поработать с их печенью то и кишечником то они худеют мгновенно смотрите прежде всего наш желудочно-кишечный тракт он является системой органов которые выводят пурины то есть 40 процентов пуринов которые вырабатываются или которые в нашем организме появляется выводятся при помощи нашего желудочно-кишечного тракта скалом как образуется пурины при переваривании мяса белков ну вообще все что мы потребляем в этом всем есть белки даже в глюкозе есть белки и в растениях все что вы едите есть белки и когда вы это все потребляете то эти белки они обязательно часть этих белков превращается в пурины потому что во всех этих белках при их расщеплении происходит разделение и появление аминокислот это все под собой ведет появление аминов которые в свою очередь объединяются и становятся пуринами таким образом если рассмотреть сами пурины то эти пурины это фактически является соли оксалаты эти оксалаты они выводятся на 70 процентов почками и на 40 процентов они выводятся нашим желудочно-кишечным трактом случае если у человека диарея частое явление в случае если у человека заболевания эзофагиальный рефлюкс который говорит о том что скорее всего понижена кислотность двенадцатиперстной кишки пониженная кислотность в верхнем отделе желудка повышенная кислотность в нижнем отделе желудка и скорее всего развивается там может быть какие-то патологии которые связаны с самим желчным пузырем вероятно не отходит желчи ли не активно отходит желчи ли есть холецистит или недостаточная работа печени и так далее и тому подобное это все приводит к тому что появляется какие-то постоянные ну нельзя сказать стресса постоянную гибель своих собственных кишечной своей собственной кишечной флоры она не образуется потому что либо ее кислота сжигает либо она заканчивает свое развитие потому что она должна делиться и сама обновляться этого не происходит и в этот момент особенно в случае если есть диарея у человека появляется в дальнейшем перенакопление пурина в почках то что если они не выводятся у нас при помощи желудочно-кишечного тракта то эти пурины вторично всасываются в нашем толстом и в толстой кишки особенно в отделе сигмовидной кишки и в отделе слепой кишки и в этих отделах происходит всасывание обратно или переход в кровь или в кровяное русло вторым способом пуринов оксалатов они же пурины и кальциево-фосфорных соединений к чему это приводит спрашивали меня андрей андреевич я мужчина у вас есть препарат называется тест стоп вы сказали что этот препарат который способен уменьшить количество тестостерона а зачем ведь везде во всех книгах пишут что тестостерон это хорошо и тогда давайте несколько слов я скажу о тестостероне и расставлю все на свои места дело в том что до в действительности тестостерон для женщины является мощнейшим мощнейшим компонентом повышающие либидо женщине так если у женщины низкий тестостерон она никогда не захочет интима с мужчиной как бы он ни старался ей будет ну совершен да это не связано никак с любовью я видел когда-то видео один мальчик говорит вот моя жена меня не любит у нас совершенно нет интима если ее не прошу то ничего не происходит так и хотелось ему через экран сказать проверю него тестостерон видимо он низкий так и повышение тестостерона может быть небезопасно это не обязательно что высокий тестостерон для женщины хорошо он должен быть в норме тестостерон для женщины в норме единица для мужчины по моему до шести с половиной и в случае если у женщины тестостерон повышается он у нее повышается за там единицу и выше то это в дальнейшем может привести к появлению опухолей точно также у мужчины высокое количество тестостерона в дальнейшем может стимулировать опухоли именно поэтому высокое количество тестостерона может привести к появлению опухолей именно для этого ей создал препарат случае если у появляется фиброзная мастопатия фиброзно-кистозная мастопатия если есть ощущение такой взволнованности невозможности остановиться желание там бесконечной интимной связи без возможности такой если у мужчины есть если у мужчины есть опухоли в случае если по есть аденома приставить на железы в случае если есть где-либо уплотнение какой-либо и даже поставленный диагноз то вот такой препарат можно попринимать он безопасный снижение тестостерона у мужчины у женщины при опухоли и в этот момент конечно же больше всего необходимо наша собственная как ни странно слюна которая вырабатывается он это называется муромидаза которая вырабатывается не только слюными железами а вырабатывается еще и слизистой оболочкой желудка и вырабатывается поджелудочной железой и самое большое количество вырабатывается как раз двенадцатиперстной кишкой именно по и есть она еще и включая желчь и желчные протоки и вырабатывается она практически во всем кишечнике следы и и мы можем найти в большом количестве желудке в пище и так далее когда мы проведем допустим исследование холоскопия пцр и случае если у человека очень высокие бактериальные бактериальное инфицирование то в этот момент если проверять его муромидазу окажется что ее вообще нет а именно муромидаза является ключевым в этом всем формулой оказывается есть совершенно такие уникальные исследования которые говорят о том что на сегодняшний день у людей у которых есть онкологические заболевания у людей у которых есть тяжелейшие поражения желудка на фоне допустим там ревматизма на фоне заболеваний перенесенного вируса на фоне заболеваний каких-либо бактериальных инфекций и даже грибковых поражений даже там тяжелейших инфекционных заболеваний у этих людей всегда количество муромидаза в организме меньше количество муромидаза в крови на слизистой оболочки и так далее и так далее и есть целые исследования которые утверждают что муромидаза а именно вещество которое выделяется и нашей слюной железой и нашей щитовидной железой и нашими гранулами лимфатической системы средостения легких и наших подвздошных гранул которые находятся вдоль тонкой кишки и вдоль толстого кишечника и вдоль поджелудочной железы вся муковисцеральная область она вся висцеральная область вернее она связана с лимфатическими узлами их большое количество и что выделяет лимфатические узлы они выделяют до 15 первый симптом который я называю симптомом раздраженного кишечника или утиная болезнь такой болезни кстати нет я сразу же хочу перед вами извиниться за такой сленг он не очень красивый не очень правильный но так китайцы называют и так заболевание которое называется синдром и такого заболевания тоже по моему нет синдром раздраженного кишечника синдром раздраженного кишечника это когда человек после каждого приема пищи сразу же идет по маленькому по большому в туалет то есть у него как бы как уточки покушал и сразу пошел по большому это о чем говорит это говорит о том что пища которая попадает в желудок она сверху дал в ней должна появиться кислота но кислота в таком огромном количестве появляется сверху то есть у нас есть три отдела нашего желудка верхний отдел средний отдел и кардиальный отдел диафрагмальный отдел и верхняя часть желудка в ней должна быть самая большая кислотность нижняя часть должна быть щелочная реакция и смешивание этой пищи в дальнейшем и переход ее в двенадцатиперстную кишку происходит через третий отдел и верхний отдел если он очень кислый то у человека обычно появляется и сжога очень сильная у него во рту печет прямо его выпекает ничего не может с этим сделать это говорит о том что в верхнем отделе высокая кислотность обычно это связано с нервами и это связано с тем что у человека может быть очень сильное такое поведение знаете когда он там вспыльчивые нервозы очень много гастрина выделяется соляной кислоты обычно это люди такие холерические взрывные обжоры обычно страдающие немного избыточным весом сексуально неуравновешенные желающие такие напористые люди но опять таки не обязательно всегда так они могут быть и астеничные но как правило вот я по физиологии определяю более таких более вот таких людей которые больше соответствуют такому фактору и когда человек такой есть пищу то в верхнем отделе у него уже сумасшедшая кислотность она должна по идее в верхнем отделе кишечника повлиять на вашу пищу и пища должна расщепиться и эта кислотность она не должна выделяться в огромном количестве то есть она должна мягко выделиться почему она не выделяется в огромном количестве или почему вернее она выделяется в огромном количестве эта кислота она выделяется в огромном количестве потому что у человека очень мощный насос поджелудочной железы у него хронический панкреатит у него нервное состояние у меня под правым ребром в области желудка до и после еды бурчит и ночью не дает спать что поможет ст.ф. бурчит двенадцатиперстная кишка и почему там бурчит у вас вероятнее всего это связано с метеоризмом которые вероятнее всего связан с тем что есть бактериологические какие-либо проблемы кишечника что необходимо с этим делать я очень рекомендую принимать мой препарат каолин лизоцин экстра и препарат который называется антитокс драй возьмите одну чайную ложку антитокс драй и одну или две чайные ложки каолина разболтайте это в стакане воды и добавьте туда ничего не добавлять и пейте два раза в день дополнительно принимая лизоцин экстра по две таблетки два раза в день это в комплексе улучшить также такое такое состояние может быть при неврозах которые могут повоздействовать на поджелудочную железу и в этом случае очень хорошо попринимать панкреатин а на протяжении дня любые ферменты для поджелудочной железы если какие-либо способы убирания гигромы но есть народные способы медицинские только усечения других способов нет я видел как в китае как бы растягивают гигрома там что-то с этим делать я считаю что это не эффективно и сам помочь с таким с такой проблемой не смогу по поводу сына который не чувствует позыва в туалет это частое явление прям очень очень частое явление и врачи прекрасно знают что такое бывает и что это происходит и так далее это связано как правило с атрофированием клапана в слепой кишке и это все лет как необходимо лечить это лечится таким образом принимаются сначала сорбенты для желудочно-кишечного тракта используйте мой сорбент силокс силокс по две таблетки два раза в день сорбент который называется калин жидкий по одной чайной ложке два или даже три раза в день также экстракт железняка и лизуцин экстра по две таблетки три раза в день на ночь перед самым сном ставить ректально мускусную свечу делать это через день случае если ректального опухоли нет случае если там никаких процессов нет таких с этим связано то процесс дефекации восстановится и будет все хорошо но необходимо обязательно обязательно восстанавливать микробиом кишечника вот по-другому не к азги грома и ссоре не знаю но это не выход потому что очень часто я наблюдаю одну и ту же картину она по практически постоянно которая связана с тем что человек который начинает лечить мочекаменное заболевание рано или поздно приходит к тому что у него вновь развивается мочекаменное заболевание и человек говорит да что ж такое так вот я вам хочу сказать вам ни один врач на это не ответит ни один врач вам не скажет почему у вас развивается мочекаменное заболевание хотя нет хотя нет многие пробуют навязывать диету то есть говорят вам необходима диета вам необходима диета в ходе которой вы должны убрать мясную пищу не кушать чавель не есть продукты зеленого цвета не пить алкоголь не пить кофе и так далее согласен соблюдая такую диету вы скорее всего отодвинете время формирования камней в вашем организме на более длительный срок но они вновь появятся можете даже не сомневаться и тут вопрос андрей андреевич точно что же нам делать спасите помогите а у что делать если это все есть послушайте все очень несложно лечить каким образом давайте на пальцах и так симптомы первый симптом который я называю симптомом раздраженного кишечника или утиная болезнь такой болезни кстати нет я сразу же хочу перед вами извиниться за такой сленг он не очень красивый не очень правильный но так китайцы называют и так заболевание которое называется синдром такого заболевания тоже по-моему нет синдром раздраженного кишечника синдром раздраженного кишечника это когда человек после каждого приема пищи сразу же идет по маленькому по большому в туалет то есть у него как бы как у уточки покушал и сразу пошел по большому это о чем говорит это говорит о том что пища которая попадает в желудок она сверху дал в ней должна появиться кислота но кислота в таком огромном количестве появляется сверху то есть у нас есть три отдела нашего желудка верхний отдел средний отдел и кардиальный отдел диафрагмальный отдел и верхняя часть желудка в ней должна быть самая большая кислотность нижняя часть должна быть щелочная реакция и смешивание этой пищи в дальнейшем и переход ее в 12 перстную кишку происходит через 3 отдел и верхний отдел если он очень кислый то у человека обычно появляется изжога очень сильная у него во рту печет прямо его выпекает ничего не может с этим сделать это говорит о том что в верхнем отделе высокая кислотность нас так люди устроены что постоянно появляется ощущение что они слышат и тут же боятся вообще хочу сказать что иногда в случае если у вас появляется какая-либо информация как допустим информация там с доктором бергом до доктор берг советую там применять препараты вернее принимать там сначала это и там интересная диета там тысячи видео с такой диеты которые можно победить инсулинорезистентность он все время говорит о китозе я же хочу сказать что китоз является заболеванием и когда у человека появляется китоз то это является дифференцирующим признаком заболеваний китоз приводит к появлению аммиака в крови и ацетона и это может привести к потере селезенки это может привести к потере к появлению иммунных заболеваний поэтому видите не все так легко также много таких несостыковок происходит тот момент когда он говорит фрукты нельзя а вот цветную капусту можно если взять 100 грамм цветной капусты и 100 грамм яблок и посмотреть их калорий то получится что в 100 граммах яблок 60 калорий точно так же как и в 100 граммах капусты а очень часто в клетчатка ну так слушайте но в капусте есть клетчатка она есть и в яблоках то есть кушайте овощи и там но это все знаете это все для одну с одной стороны для кого-то хорошо допустим для людей у которых есть заболевания почек китоз это то же самое что самоубийство можно ли вообще как-то с этим жить и что или как чему это может привести конечно можно каким образом смотрите об наш позвоночник он удерживается гладкими мышцами и когда происходит процесс при которой гладкие мышцы начинают расслабляться это говорит о том что вокруг них находятся мышцы которые чрезвычайно напряжены мышечная мускулатура обычно такая мышечная мускулатура чрезвычайно напряжена у людей у которых есть подобные заболевания с чем это связано я сегодня рассказывал это связано скорее всего с тем что были чрезвычайно долго накапливались урата оксалаты кольцево-фосфорные соединения фосфаты и видео таких отложений прямо в мышечную ткань вместе с молочной кислотой вместе с аксалатами затрамбовала весь позвон затамбровала все мышцы что необходимо делать первое запоминайте никаких массажей категорически второе пусть ложится на аппликатор кузнецова такой есть аппликатор только есть иголки а он пусть не иголки берет округлые такие как монетки пластмассовые кладите вот такую штуку на что-то мягкое пусть ложится и после чего лежит засекайте 30 минут спать должен на такой штуке перед сном это пусть делает после чего ложится спать кстати лучшее средство от бессонницы очень рекомендую если это два дела то именно в то место где более всего болит именно этим местом кладете этот аппликатор на него он ложится греть ничем не нужно натирать тоже ничем не нужно второе начинайте принимать аскорбиновую кислоту в каком количестве принимаете аскорбиновую кислоту тысячу миллиграмм разжевывая один раз в день никотиновая кислота принимайте никотиновую кислоту 50 миллиграмм по одной таблетки два раза в день 3 гиалуроновая кислота моей компании две таблетки три раза в день 4 обязательно колхицин колхицин принимайте по одной таблетки два раза в день и аллопуринол тоже по одной таблетки два раза в день делаете это на протяжении 1 месяца принимайте препараты для устранения стеноза это препарат вертебралис кверцетин рутин и легкая походка вертебралис кверцетин рутин и легкая походка натираете позвоночник при этом мазью вертебралис одеваете на поясницу зеленую нить несколько оборотов завязываете на 38 узлов пусть он при этом носит такую нить кстати сейчас очень много есть мужчин которые слушают видео все возможные где говорят что похудеть необходимо или там можно похудеть мужчине с большим животом если принимать большое количество тестостерона это неправильно любое повышение тестостерона в дальнейшем может привести к появлению опухоли это сто процентов именно поэтому снижение тестостерона чрезмерное увеличение тестостерона может привести к опухолям точно так же как у женщин чрезмерное увеличение какого-либо из гормонов половых может дальнейшем на привести к тому что появятся онкологические заболевания в этом случае может помочь препараты назитол который может существенно улучшить общее состояние если нет желчного как помочь печени поджелудочной железе если учила дело в том что человек думает что если желчного пузыря нет то все пропал смотрите что происходит когда берут желчный пузырь то после резекции желчного пузыря от печени от желчного пузыря обычно идут протоки они как деревца входят 12 перстную кишку это не один проток их несколько и когда желчные удаляют то из печени вот эти все протоки которые есть их точно также в виде дренажа ставят 12 перстную кишку на самом деле в целом что человек с желчным пузырем что человек без желчного пузыря разницы но никакой эффект один и тот же просто желчный пузырь а после этого без желчного пузыря но печень выполняет свои функции и желчь которая вырабатывается она точно также выполняет свои функции и точно также попадает 12 перстную кишку поэтому когда вы говорите и там удалили желчный пузырь ну ничего страшного ваша желчь также попадает 12 перстной кишку просто она идет напрямую через сам из самой печени напрямую в 12 перстных очень часто это неплохо потому что это лечит запоры и там помогает человеку с легкостью посещать туалет и чем можно как поддержать свою печень не нужно ее поддерживать если печень здоровая случае если у вас нет проблем с печенью если нет у вас атовизма в печени таких как жировая дисплазия если не разве если все печеночные показатели в норме в норме билирубин холестерин лпн низкой или очень низкой плотности холестерин а ст лт в случае если у вас там гамма-глютамин трансфераза в норме это все говорит о том что печень нормально эти точки находятся в на кисти сверху и находятся между первым и вторым пальцем вот в этом месте то есть массаж вот такой точки между первым и вторым пальцем случае если он болезненный это говорит о том что есть внутри глазное давление и в случае если их массажировать активно то не делать это долго ну буквально 30-40 раз не нужно очень активно надавливать мягкий массаж с одной стороны и с другой стороны может снизить внутри глазное давление и улучшить общее состояние при этом вы можете по болевому эффекту при нажатии на таких точках определить какой больше глаз страдает с правой стороны если боль более активно или с левой стороны ну и определите какие медикаменты вы принимаете потому что очень часто прием каких-либо медикаментов может спровоцировать ухудшение общего состояния но давайте мои советы проблемы с кровеносными сосудами черепно-мозговые травмы перенесенные и так далее но именно пауза климактерический период прямо на паузу на фоне климакса ну и что же делать вообще с этим всем каким образом справляться подход должен быть не виде капель потому что вы видите что причину же достаточно много и так артериальное давление чем снижать рекомендую использовать прежде всего для людей более взрослого более взрослых рекомендую использовать аргинин это аргинин это аминокислота которая является мощнейшим вазодолитатором вазодолитация это расширение сосудов при расширении сосудов происходит увеличение объема сердца увеличение объема кровеносной системы фактически уменьшая общее артериальное давление из далее обратитесь обязательно кардиологу для назначения и определения стабильного артериального давления начните производить измерение артериального давления и подведите подберите вернее те препараты которые максимально подходят вашей маме третье очень часто взрослых людей артериальное давление может подниматься на фоне стрессовых ситуаций поэтому такие простые успокаивающие вещества как настойка валерьяны или настойка зверобоя или настойка пустырника они могут помочь мягко справляться с такими состояниями четвертое очень часто повышает повышается артериальное давление на фоне запоров на фоне высокой кислотности очень могу посоветовать использовать холосас настой шиповника для того чтобы улучшить стул вашей бабушки или настойка пиона смотрите дальше я вам расскажу тайна не очень уникальной вы нигде никогда об этом не услышите это такой процесс который вот используя этот процесс я очень помолодел могу сказать что это занимает у меня семь минут в день делаю я редко и на этом фоне и похудел и улучшил общее состояние и тогда смотрите в чем есть особенность если посмотреть на людей которые проживают на земле и взять ребенка за компонент абсолютного здоровья и взрослого человека как человека который заканчивает свою жизнь то между ними есть определенные различия данные различия они имеют определенный фокус этот фокус заключается вот в чем он заключается в дыхании когда ребенок спокоен то в момент своего дыхания он совершает приблизительно до 45 вдохов и выдохов на протяжении одной минуты когда человек взрослеет то в 90 лет он может делать не более 12 вдохов выдохов на протяжении одной минуты вы можете сейчас посчитать случае если вы спокойном состоянии делаете приблизительно 20 вдохов и выдохов то ваш возраст он приблизительно будет соответствовать 45 годам это нормальный процесс при этом случае если вы дышите 20 раз на протяжении одной минуты то я могу сказать наверняка что у вас уже имеет место быть гипертоническое заболевание сердце и скорее всего формирующиеся ожирение и так далее во всем этом виновата наша клеточная система и вот как раз эти митохондрии особенность этих митохондрий заключается в том что они живут и функционируют случае если есть кислород в случае если замедляется процесс кислородный и попадания в них кислорода то тогда формируется целый ряд заболеваний почему у человека появляется одышка ну конечно же одна из версий их много этих версий знаете это может быть все что угодно это может быть осматическая одышка гипертоническая одышка заболевания сердца заболевания легких и так далее но есть еще митохондриальная теория или теория митохондриальная теория старения которая говорит о том что человек болеет исключительно от того что он становится старше то есть происходят вековизмины это возрастные изменения и за счет вот этих возрастных изменений у человека происходят эти процессы так вот когда эти процессы происходят то включаются компоненты при которых появляется ожирение не переваривания там и так далее так далее это все на фоне клеточного строения происходит что я хочу вам предложить я хочу вам предложить определенный опыт смотрите первое и скажите пожалуйста о пользе и вреде кофе большое спасибо кофе великолепный продукт потому что в кофе находится знаменитая коричная кислота в кофе находится знаменитая коричная кислота которая является в мире одной из самых сильных антиоксидантов что такое антиоксиданты в нашем теле находятся биоокислительные среды которыми являются наши клетки в которых находятся митохондрии и происходит процесс расщепления глюкозы это жизни митохондриями процесс расщепления глюкозы это называется циклом крепца и процесс формирования и восстановления белков до пептидов и обратного аминокислоты и так далее и так далее бесконечно это все в комплексе тоже циклом крепца называется и если это все вот так рассматривает не углубляясь подробнее то человек может дольше жить и быстрее обновлять свои клетки если у него есть активные антиоксиданты в рационе питания то есть этими антиоксидантами является как витамины так и специальные биоактивные вещества таким биоактивным веществом относятся кофе поэтому если хотите жить дольше кофе пейте кому не нужно кофе у кого синдром раздраженного кишечника у кого есть повышение эзофагиального рефлюкса а также всегда помните что кофе стимулирует галитоз плохой запах изо рта именно поэтому если у вас пониженная кислотность если у вас проблемы с желчными протоками если вы страдаете запором кофе вам нельзя не пейте кофе она не для вас она для меня я его пью у меня таких проблем нет зиму у меня нет таких проблем потому что я владелец этой компании могу получать бады бесплатно только забывая их пить поэтому польза кофе есть от кофе моложе человек становится но знаете есть еще понятие такое но называется фанатизм и фанатизм и наверно степенность вот случае если есть степенность степенно один раз в день или два раза в день пить кофе то тогда это хорошо необходимо обязательно обязательно восстанавливать микробиом кишечника вот по-другому не как азги грома и ссоре не знаю ловальев будь лашка шановный андрей андричи может вы побачите причину моих постельных шкирных захворен это бесплития при хороших анализах моих и человека ваша причина постельных шкирных захвореваний связано с тем что есть бактерия которая находится в кишечнике которая связана с аналогом бактерии брюшного типа и она постоянно создает токсин и это может быть бактерия протея какого-нибудь это неважно все равно не доказать не опровергнуть невозможно и она скорее всего и создает у вас вот этот токсин который влияет на кожу вот если это токсин убрать то кожные заболевания исчезнут каким образом убирается первое необходимо начать принимать препарат который будет убирать токсины из жкты это ксилокс это на антитокс драй и это жидкий каолин жидкий каолин 1 чайная ложка два раза в день ксилокс 2 таблетки два раза в день антитокс драй 1 чайная ложка на стакан воды пить эту воду на протяжении дня вместо обычной воды второе обязательно принимать то что будет восстанавливать ваш жкт это препарат который называется лизоцин и массаж это конечно же великолепная великолепный инструмент для восстановления психической и нервной деятельности массаж очень необходим тем людям кто испытывает стресс массаж это хорошая при хорошем массаже здрасте можете зайти поздороваться если хотите только обходить вот сейчас дочери пришли прибежали поздороваться сюда-сюда а вон там видите помашите скажите здрасте кто ну люди там смотрят видишь а ну скажи что нужно быть для того чтобы быть здоровым а еще что то что например магазина макдональдс не кушать вот правильно правильно да это тоже это тоже ну все давайте я буду дальше вести спасибо большое за рекомендации аккуратно выходить и шерика забирать именно поэтому массаж есть еще баночный массаж и так далее любые виды массажа они великолепные случае если их делает сертифицированный специалист или специалист у которого есть хоть какая-то хоть какие-то экспертные отзывы так чтобы не ложится под руки любителя или и не экспериментатора потому что можно очень экспериментироваться почему я так говорю в моей жизни были пациенты которые навредили себе в тот момент когда им там ставили имплант атлас да и был вывернут у них после этого и было там тяжелейшие после этого лечения дорогостоящее очень долго при этом того человека который этим занимался его рекомендовали он был экспертный специалист но ответственности никакой не нес и второе это такая же ситуация была когда мануальный врач там ребенка у которого был в детстве перенесенную стими элит пробовал ему делать массаж и сломал ему позвоночник то есть были такие небольшие проблемы а так в целом если массаж аккуратный если делает или выполняет его хороший специалист который имеет большой послужной список и большой опыт ну тогда конечно может плохого ничего массажа и по моему мнению и плюс обязательно контролировать артериальное давление прямо в обязательном порядке на протяжении дня то есть утром проснулись измерили в обед измерили вечером измерили таким образом необходимо подобрать препараты таким образом чтобы артериальное давление было не больше и не поднималась больше 130 на 80 сразу вопрос такой андрей андреевич вот у меня артериальное давление не поднимается но высокий пульс а это уже другое дело это говорит о том что скорее всего период увеличения сердца достиг максимума и уже наверное применение гипертензивных препаратов помогает сердцу справляться с артериальным давлением собственно говоря но развивается ишемическое заболевание сердца и в этом случае уже необходимо стимуляция сердца каким образом можно производить стимуляцию сердца когда необходимо стимуляция сердца когда у человека сильная отдышка то есть человек может дышать как с чем это связано для того дыхание наши происходит следующим образом она напрямую связана с нашим сердцем когда сердце полностью сжимается у нас происходит выдох когда сердце расширяется у нас происходит вдох но когда сердце не сжимается до конца то у нас включается такая реакция и нам хочется как бы вдохнуть глубже или вдохнуть более сильно бы не хватает кислорода это такое банальное объяснение и для того чтобы это было мы бы не можем вдохнуть о чем это говорите и что необходимо с этим делать поможет обычный валидол можно взять небольшое количество валидола в рот и делать глубокие вдохи и глубокие выдохи почему валидол расслабляет сердце устраняет вот этот кузубец который возникает на пленке и может очень в общем-то устранить и не довести до появления инфаркта ну и после того сколько таких вдохов выдохов медленных вдохов и выдохов желательно на открытом воздухе с ним а через 10-15 минут можно выпить одну четвертинку рассосать нитроглицерином так как в нем находится азот и он способен стимулировать стимулировать работу легких и до конца дожимать или убирать вот этот процесс как же называется депрессии депрессии какого-нибудь из стенок сердца ну вот условно так банально по человеческий объект крем не это препарат антитокс драй по чайной ложке на стакан воды 1 чайная ложка магния кальция и кремния в виде антитокса а именно препараты магнумцит 1 чайная ложка жидкие кальций 1 чайная ложка антитокс драй 1 чайная ложка порошка размешать в одном стакане воды один раз в день давать желательно вечернее время будете давать один месяц данное заболевание не разовьется почему дальнейшем может развиваться более активные фобии и ну и проявиться уже в дальнейшем всевозможные там фокальную дистонию ли в какие-либо похожие на это заболевание пока это фобия уменьшить количество аммиака вот еще хорошо паша мяг в крови может тоже стимулировать появление таких проявлений таких дистоний можно так назвать или таких абсансов и что необходимо давать у нас есть препарат такой называется им и нулоктин 1 чайная ложка и нулоктина на стакан воды 1 или даже два раза в день можно аптечный обычная флубин он тоже снижает аммиак пусть все-таки проведут офтальмологические исследования ваши глаз и посмотрят пусть офтальмолог посмотрит что у вас вообще происходит с глазами если у вас синдром сухого глаза потому что такой синдром обычно и приводит к тому что появляются такие слезы это не как правило это не является аллергией как правило это является либо макулодистрофии либо формированием синдрома сухого глаза тоже является макулодистрофе или это является уже формированием какого-либо другого заболевания там глаукома краеугольная глаукома или развития катаракты заболеваний глаз слава богу хватает и после чего когда уже будет поставлен диагноз необходимо приняться за то чтобы это все лечить а так два года слезятся глаза и не знаю что делать но если два года слезятся глаза то необходим офтальмолог других выходов не видно но не вижу вообще совершенно никаких то есть вы сами не справитесь если какие-нибудь такие что можно порекомендовать при слезящихся глазах при слезящихся глазах я рекомендую смачивать глюкозой это народные такие рецепты берут глюкозу прямо в медицинскую можно в банке покупать ватку и на глаза ее прикладывать на левый и правый глаз далее ну лучше принимать аргинин можно принимать аргинин большой дозировки 1 грамм 1 грамм три раза в день аргинин может убрать вот такие флебиты или такие тромбозы которые там могут возникать ну и могут как-то подействовать еще вообще очень хорошие препараты на такие интересные это кверцетин это рутин такие антиоксиданты которые очень эффективно доказали свою активность как раз при тромбозе сосудов и особенно связанного с макулой или по-другому сетчаткой надежда хлопова андрей андреевич у меня на правой руке на большом пальце слазит кожа постоянно лопается на левой руке на указательном пальце но этом если вы постоянно контачите с водой или с токсинами то это скорее всего экзема но как правило с этого начинается псориаз то есть он вот так развивается без бляшек он вот так развивается лопается просто где-то на фоне фаланги но это может быть каким-то еще заболеванием это может быть синдром рейно это может быть воскулит и так далее знаете то есть вот так поставить диагноз от того что лопается палец скорее всего невозможно и это говорит о том что вам нужно начать съеда почему принимая каждый день йод вы со временем увидите что ваша температура придет к 36 6 это правильно в случае если у вас уже повышена температура ну конечно не не до субфибрильной лихорадки она у вас допустим 36 и 6 или даже 36 и 7 то это говорит о том что вам дополнительно принимать йод не нужно тем не менее я хочу сказать что даже при повышении температуры на фоне принятия йода включается процесс восстановления митохондрий и увеличивается процесс оксидации митохондрий с выведением и образованием окислительных процессов то есть происходит более мощная кирси окислительный процесс и более быстрое расщепление глюкоз но это не все сейчас я продолжу здесь случай если температуру приведете в норму переходите к следующему этапу берите секундомер на телефоне засекайте 7 минут и старайтесь каждую секунду делать вдох и выдох глубокий делайте так 7 минут подряд если вы будете делать так 7 минут подряд каждый день на протяжении одного месяца сделайте фотографию до и после этого после вы увидите что делая даже один раз в день 7 минут подряд но опять-таки хочу сказать это только при при условии что у вас температура 36 и 6 случае если она у вас пониженная то делать это бессмысленно начинайте как раз с того чтобы поднять температуру или же перед началом такого дыхания выпейте препарат с высоким содержанием йода желательно препараты йода принимать совместно с одной чайной ложкой меда объясню почему дело в том что митохондрии они питаются глюкозой и вот такая глюкоза с калием потому что в меду находится большое количество калия максимально подходит для восстановления клеток одной чайной ложки вот так достаточно для того чтобы зарядить весь организм на целые сутки зарядить правильной глюкозой на целые сутки чтобы организм работал случае если не получается как бы не мой совет можно взять 30 капель йода накапать на чайную ложку меда и медленно рассосать и запить водой где-то на протяжении двух часов у вас повысится температура до от 36 7 до 37 градусов не стоит этого бояться это продлится приблизительно 5-7 часов это безопасно совершенно случай если нет никакой аллергии как проверить аллергию эфирами и самый простой использование эфира с обычного скипидара я говорю это серьезно скипидар обычный до пяти капель на стакан воды пить маленькими глотками на протяжении дня так вот он способен это не медицинские вам все скажут что это яд я и не говорю пить это всем подряд я говорю только тем у кого есть проблема с позвоночником и вот такой скипидар он очень очень быстро может помочь справиться как раз вот этими ски а фидами которые и выдавливают на самом деле этот позвонок до у человека появляется я уже сегодня говорю когда у человека появляется желание кушать сладкое вечером это отличается от желания кушать сладкого утром с чем это связано смотрите когда человек вечером хочет есть сладкое или же человек хочет есть острая или же выпить алкоголь или же пойти к холодильнику это говорит о том что он находится в процессе когда ему необходимо спать когда чит у нас есть процесс в организме который заложен в нашем организме природа это называется циркадные ритмы такие циркадные ритмы это регуляция нашего бодрствования и сна циркадные ритмы человека обычно настроены уже в момент его рождения и вечером после девяти часов вечера обычно или десяти часов вечера 11 часов вечера человеку необходимо ложиться и спать так как процесс высвобождения серотонина и подавления дофамина происходит в это время и в этот момент человек а наоборот сейчас сейчас правильно получается высвобождение дофамина правильно я говорю да в момент момент засыпания подавления дофамина а в момент сна в момент сна выделения дофамина и дофамин это гормон радости и в тот момент когда человек момент засыпания пропустил у него начинается независимо ни от чего следующий этап циркадного ритма выделения дофамина когда у человека выделяется дофамин человеку необходимо обязательно есть ему необходимо специи ему необходимо яблочко ему необходимо конфета ему необходимо какая-то такая эмоция дофамин может очень активно выделяться в раннем утре утром рано поэтому некоторые люди утром встают им сильно хочется кушать а есть люди у которых вечером когда они пропускают и первое и второе это циркадные ритмы или проявления циркадных ритмов что делать необходим мелатонин прямо необходим мелатонин если человек каждый день перед сном не перед сном а где-то в 6 часов 7 часов принимает мелатонин по одной таблетке желательно один или даже два раза вечером нет вы не заснете но это приведет в порядок ваши циркадные ритмы таким образом чтобы не высвобождать мега большое количество дофамина потому что дофамин в большом количестве это тоже не сильно хорошо получается из щели нейрона в щель нейрона выделяется большое количество дофа и есть целые исследования которые утверждают что мурамидаза а именно вещество которое выделяется и наши слюной железой и наши щитовидной железой и нашими гранулами лимфатической системы средостения легких и наших подвздошных гранул которые находятся вдоль тонкой кишки и вдоль толстого кишечника и вдоль поджелудочной железы вся муковисцеральная область она вся висцеральная область вернее она связана с лимфатическими узлами их большое количество и что выделяет лимфатические узлы они выделяют до 15 процентов мурамидазы которая является фактически слюной является самым великолепным и уникальным веществом которое способно восстановить наш кишечник восстановить наш кишечник и за этим следует все остальное смотрите что необходимо сделать если ее не хватает этой мурамидазы то ее необходимо дать и на сцену в этот момент выходит мой препарат который называется лизоцим экстра я о нем очень часто говорю лизоцим экстра это как раз тот препарат который необходимо принимать вместе с сорбентом силокс при абсолютно всех мной перечисленных заболеваний что будет происходить смотрите если у человека есть проблемы желудочно-кишечного тракта какие происходят изменения и что происходит давайте в этом чуть-чуть разберемся вот чуть-чуть смотрите прежде всего наш желудочно-кишечный тракт он является системой органов которые выводят пурины то есть 40 процентов пуринов которые вырабатываются или которые в нашем организме появляется выводятся при помощи нашего желудочно-кишечного тракта скалом как образуется пурины при переваривании мяса белков ну вообще все что мы потребляем в этом всем есть белки даже в глюкозе есть белки в растениях все что вы едите есть белки и когда вы это все потребляете то эти белки они обязательно часть этих белков превращается в пурины потому что во всех этих белках при их расщеплении происходит разделение и появление аминокислот это все под собой ведет появление аминов которые в свою очередь объединяются и становятся пуринами таким образом если рассмотреть сами пурины то эти пурин и это фактически является соли оксалаты эти оксалаты они выводятся на 70 процентов почками и на 40 процентов они выводятся нашим желудочно-кишечным трактом называется корунеш и второй называется кинцкит и первый и второй препарат при длительном применении приводит к улучшению репродуктивных функций мужчин и женщин и у меня есть сотни человек даже не сотни наверное больше нескольких сотен человек который используя самым плохим диагнозом мой препарат кинцкит и корунеш смогли решить данную задачу и данный вопрос случае если нет низкого антимюллорского гормона и есть что оплодотворять то есть есть яйцеклетки если есть гормональное состояние но в норме допустим эстрадиолы прогестерон в случае если у мужчины есть наличие сперматозоидов хоть чуть-чуть активные то данные препараты как их принимать по две таблетки три раза в день и кинцкит и коронеш и мужчине и женщине великолепные препараты мужчине при этом рекомендуют дополнительно принимать препарат мускус одной чайной ложки один раз прямо супер особенность любых вирусов как написал матвиенко в своей книге инфекционные болезни выпуска 1980 по моему седьмого или восемьдесят девятого года он писал о том что скорее всего инфекционные заболевания особенно заболевания гриппа это грипп вирус 1 2 3 или а b и c также аденовирус также парва вирус также острая вирусная инфекция это заболевание которые очень рота вирус это заболевание которые очень часто могут проявляться в виде виде аллергии то есть там он пишет о том что организм справляется блокируя деление клеток днк и вырабатывания нового днк как бы репликация этих вирусов но основа это применение иммунных препаратов а как бы основное лечение заключается в том что организм вырабатывает свой компонент или свою систему поражения этих вирусов и за счет этого включается хоть и кратковременно такой барьер но он пишет что в большинстве своем осложнениям как раз любых вирусов острых репература респираторных гриппа является аллергическая реакция именно поэтому в случае если вы начинаете болеть заболеваниями вирусными помимо препаратов противовирусных помимо приема антибиотиков случае если вам их назначают принимайте обязательно антигистаминные препараты применение антигистаминных препаратов совместно с применением допустим противовирусных препаратов создают эффект действия и на купирование данного заболевания гораздо быстрее и действия таких препаратов гораздо эффективно укорачивая длину заболевания уменьшая осложнения во время данного заболевания поэтому пожалуйста пользуйтесь ага там меня слышно же не хороший звук у нас она делала проращивание расторопшей зерен расторопшей она говорила что я брала расторопшу зерна после чего их замачивала после чего выкладывала на полотенце и после этого на полотенце там они лежали в тепле можно посмотреть как они проращивались и каждый день я давала одну чайную ложку два раза в день своему супругу и он принимал такие семена расторопши не знаю я разжевывал или нет утром и вечером после чего на протяжении нескольких месяцев он смог избавиться от сахарного диабета первого типа и даже в дальнейшем отменили ему инсулин хотя он болел этим достаточно долго я тогда поулыбался но григорию рассказал григорий начал использовать вот такие семена расторопши которые по идее не имеют какого-то отношения к лечению сахарного диабета первого типа применял при этом он еще наш препарат который называется гликоцитрохромин и эмбрио коктейль такой у нас есть мы его раньше выпускали и после этого спустя какое-то время несколько в прошлом году несколько месяцев после нового года написал что если до этого он прямой и не прямой принимал инсулин то перешли только на короткий инсулин и врачи даже думают что в дальнейшем необходимо отменить и прием и длинного инсулина потому что нет такой надобности то есть сказали что такое бывает очень редко когда организм сам может справиться ну вот какие опять таки является ли это моей рекомендации нет конечно но я могу сказать что по крайней мере два человека были в моей жизни которые использовали вот такие семена расторопши которые прорастали и смогли ну наверное во всяком случае может быть даже не справится но заметно во много раз улучшить свое состояние и так далее с чем это связано это связано как правило с тем что у человека происходит вирусное заболевание происходит ухудшение иммунитета также это может происходить на фоне стрессовых ситуаций а также на фоне неправильного питания голодания истощения желудка на фоне голодания это может быть еще и следствием гипер аммониемии это может быть еще и на фоне сбоя вот общего общего наверно кишечного мира и общей кишечной бионики которая находится в желудке в 12-перстной кишки по моему мнению очень часто это является следствием бактериального бактериальной инфекции какое-то может быть стафилококкс триптококк это могут быть какие-то более тяжелые бактерии такие как там клепсиэла может быть антераколи это может быть это может быть отравление потому что часто человек может отравиться чем-нибудь отравление нутрициологическое какое-либо самое простое это отравление грибами сейчас это очень популярно грибами это очень популярно также часто сейчас люди травятся гербицидами пестицидами потому что этого очень много в продуктах питания что очень сказывается обычно на наши бактерии нашего желудочно-кишечного тракта особенно при применении при после перенесенного вируса происходит отек слизистой оболочки снижение иммунитета такие патогенные бактерии как липсиэлы или протеи в итоге могут создавать условия при котором желудок и 12-перстная кишка сами по себе не могут справиться с этим таки вот девочки у которой есть вот эта проблема как можно больше пусть редиски кушает вылечиться редиской огурцовый редиски вот будет есть много огурцовый редиски сможет вылечиться так вот кандидос боится редиски кстати великолепное средство есть которое убирает камни в желудочном пузыре не поверите это обычный березовый сок берете обычный березовый сок и каждый день выпиваете его по чуть-чуть на протяжении дня желательно подогревая это важно а еще никаких карбонатов то есть никакой соды уменьшите количество соли употребляемой еще старайтесь чуть-чуть увеличить количество употребления сладкого а еще обязательно березовый сок и обязательно горячую воду на протяжении всего дня по чуть-чуть по одному глотку горячей воды каждые четыре часа это устраняет желчные камни идете в баню ставите или там нагреваетесь после этого веником прямо по прикладывать также еще можно песок грейте песок чтобы он был такой не острый ставите засыпайте песок в ведро и этим песком можно солью если есть возможность и насыпайте туда горячий из горячий потом после этого ноги эти особенно стопы до колена натирайте камфорным спиртом или камфорным маслом вот так делаете один раз в неделю там по 7 минут 5-7 минут и лицо при исчезнут высохнуть сами по себе такие сопли зеленые они не связаны да они связаны с носоглоткой связаны с иммунитетом это хронический танзелит но лечится исключительно если греть ноги если ноги холодные сопли появляются если ноги горячие сопли исчезают вот других способов ник все четыре препарата на протяжении двух месяцев вы избавитесь от синдрома раздраженного кишечника если не будет алкоголя не будет перца и не будет кофе и чая тоже не будет будет компот все тело усыпано мелкими папилломами мелкие папиллом и говорит о том что необходимо устранить из рациона питания глюкозу старайтесь как можно меньше употреблять глюкозы и сахара потому что чем больше глюкозы тем больше папиллом принимайте препарат гликоцитрохромин и железняк оба препарата и гликоцитрохромин и железняк со временем уберут у вас папилломки но всяком случае они уменьшатся даже если они не уйдут то в дальнейшем перестанут расти и увеличиваться есть такой такая мазь есть у меня называется это мазь нас я вот такой мазью нас и если смазывать там находится экстракт чистотела и он может такую папилломку полностью убрать и он там в такой концентрации когда на папилломы влияет очень хорошо и там еще пустырник и корень ириса и там целый ряд растений экстрактов растений в этой мази она сделана жидкой такой в форме жировой и вот очень эффективно как раз при папилломках они подсыхают и потом прямо отпадают даже есть такой даже были такие у меня знакомые когда были не папиллома там вульгарис папиллома вульгарис и такие темные папилломы которые гроздьями на лице были у женщины она использовала мазь нас ей у нее прямо побелело это тот момент когда клетка перестает функционировать и не может справиться это молочная кислота может накапливаться почему это происходит и по моему мнению это может происходить за счет непроницаемости мембран которыми в которых которых мембран клетки что влияет на проходимость мембран проходимость мембран зависит от энзимов которые помогают проходить этим клеткам или этим мембранам дышать а дыхание клетки происходит за счет двух компонентов это калий и натрий и это называется калий натриевым насосом сбои при увеличении калия или при увеличении натрия при увеличении натрия это может быть на фоне допустим ацидоза а увеличение калия на фоне алкалоза то есть это либо очень высокая кислотность крови либо очень низкая кислотность крови ну и одно и другое выводит организм из состояния равновесия изменяя общий гомеостаз таким образом накапливается от клетки молочная кислота не знаю вы что-нибудь поняли ли не вот в тот момент когда молочная кислота появилась в клетке то эта клетка она не может справиться с ней отключается процесс влияния на клетку влияние на клетку перу ватки назы и в этот момент клетка она начинает сама по себе функционировать то есть она считает себя самостоятельной и начинает разрастаться объединяясь в каскад с другими клетками создавая такой конгломерат это может быть связано с чем угодно как со стрессами знаете когда говорят там голод или там любое движение это основа нашей жизни формирование молочной кислоты но есть тайна это тайна заключается в том что молочная кислота может расщепляться и она может расщепляться за счет аммиака за счет аммиака при подагре вообще от мяса отказывается точно также для людей у которых пониженное артериальное давление у людей которые слишком взрослые там есть упадок сил таким людям необходимо глюкоза дополнительно почему им необходимы силы их митохондрии недополучают кислород и нуждаются в потреблении глюкозы еще в большем количестве так как замедляется общий процесс цикла крепцы именно поэтому им нужно больше дышать а если дыхание нет то тогда больше глюкозы и поэтому человек хочет глюкозу употреблять отмена кислорода вернее отмена глюкозы требует увеличение кислорода а увеличение кислорода не происходит потому что у многих есть там остеохондрозы у кого-то ожирение у кого-то неактивный образ жизни и так далее это все вот так она между собой связано то есть человек поправляется говорит андрей андреевич я поправляю что делать дышать до дышать кто-то хочет мне сказать андрей андреевич но как же говорят что в случае если много кислорода это плохо а кто-то говорит нужно больше углекислого газа в крови потому что там был болотов он говорил одно потом был неумывакин он говорил другое неумывакин говорил больше кислорода болота больше углекислого газа как в этом всем как в этом всем разобраться наш организм устроен по принципу такому что если больше у вас происходит дыхание то у вас одновременно увеличивается процесс увеличения в крови и кислорода и углекислого газа не бывает такое что можно нагонять в себя углекислый газ его будет больше или увеличить количество кислорода нет с помощью дыхания такие процессы не происходят наш организм он принимает то что ему дает это что ему дают поэтому даже в случае если человек начинает дышать в пакет или в кулек то происходит все равно процесс при котором организм получает кислород и получает углекислый газ при этом дыхание увеличивается и за счет этого происходит точно такой же процесс так что не удивляйтесь процесса описанная и неумывакин и мы болотовым которые были связаны с дыханием они имеют один и тот же принцип поэтому можете использовать и то и то а там всевозможные йогические дыхания аналогичные имеет процесс целью этого процесса или любого процесса является нагнетание увеличивая и увеличение дыхательных процессов в ходе которого хотим мы или не хотим этого происходит процесс карбоксилизации то есть процесс выведения карбонов при помощи углекислого газа ацетилирования карбоксилизации и усвоение кислорода в процессе цикла крепца в этом всем происходит процесс жизнью выделение энергии нашего органа у меня очень пересушена кожа на локтях она черного цвета но не от грязи да да это синдром который называется инсулинорезистентность очень часто это говорит о том что вам не хватает жидкости а не хватает жидкости если у вас не хватает жидкости чернеют локти как только чернеют локти это говорит о том что вам надо убрать глюкозу восстановить чтобы у вас не было диарея то обязательно и поноса частого то есть вот принимать то о чем я раньше говорил и пить много воды то есть принимайте сорбент силокс железняк принимайте пипсин а также на протяжении дня одна чайная ложка моего коалина на пол литра воды или там на два литра воды и пейте эти два литра воды как можно больше если вы это поделаете там две-три недели локти перестанут темнеть вообще проверьте у себя проверьте или проведите такие исследования локти может могут становиться темными в случае если повышен инсулин прошу не путать инсулин при сахарном диабете 1 типа он понижен а при сахарном диабете 2 типа обычно повышен случае если повышается инсулин то темнеет ног локти это тоже такое бывает темные локти и темно под глазами это принцип такое когда жидкость в организме не усваивается а почему она не вы не усваивается после ее много выходит при дефекации и скорее всего в дальнейшем будут вот те заболевания которым я рассказывал нужно убрать алкоголь убрать глюкозу при этом принимать пепсин принимать сорбент силокс и обязательно диета у нас называется здесь нет юда потасиум йода по-моему называется вы самая высокая дозировка дальше гликоцитрохромин спрей по два по три раза на протяжении дня в рот брызгать делать 7 минут глубоких 60 глубоких вдохов выдохов получается 60 вдохов и выдохов за минуту где вдох и выдох должен происходить за одну секунду они должны быть достаточно глубокие при этом можно раскачиваться желательно это делать сидя потому что стоя вы можете упасть случае если не получается можно это делать с перерывами то есть не за раз 7 минут а там по одной минуте но 12 или даже три раза в день такие несложные виды дыхания и такие простые методы очень удобны потому что они без особых физических упражнений могут помочь кстати сегодня химическое вещество которое попадает в наш организм длительное время может являться канцерогеном любое вещество независимо ни от чего которая не является пищей и не является воздухом в привычном нам понимание этих вещей является для человеческого организма представляет для человеческого организма опасность таким образом аллергены и сигаретный дым и просто угарный газ и там работа поваром она не не такая легкая она не такая безопасная потому что человек постоянно дышит канцерогенами я был когда-то в венеции у них в центре стоит фабрика по производству конфет и шел ужасный запах и днем и вечер и днем и у и ночью и мне человек говорит а вот мы живем вот здесь прямо рядом с этой фабрикой у нас хороший запах рядом речка и очень вкусно пахнет конфетами но я-то понимаю что это не конфетами пахнет это канцерогенами пахнет и люди которые будут дышать на протяжении всей жизни вот этим запахом рано или поздно будут иметь проблемы связанные самыми тяжелыми заболеваниями от разрушения эритроцитов до там формирование инфиземы хронические аллергии формирование опухолевых процессов что со временем и оказалось правдой потому что когда я начал более активно принимать людей в венеции в этом районе оказалось что огромное количество людей имела злокачественные опухоли особенно страдали те люди которые жили напрямую прямо в этом районе прямо возле вот этого фонтанчика и поэтому я могу сказать что все это является канцерогенами можно ли сказать что каждому человеку вредно понимаете есть люди у которых есть склонность к адаптации есть уникальные такие люди у которых организм больше может адаптироваться ну допустим сегодня уже говорил о парва вирусе парва вирус им страдают больше европейцы то есть это болезнь где сам вирус он влияет на эритроцит появляется при этом аллергия у ребенка и сыпь на кожи ну и у взрослых тоже самое увеличивается лимфоузлы и такой же процесс происходит и у взрослых и у детей но им практически не болеют люди не европейцы то есть если человек европеец то есть житель центральной европы при этом имеет европейские наверно корни то у этого человека заразиться и болеть таким вирусом ну все есть варианты берите секундомер на телефоне засекайте 7 минут и старайтесь каждую секунду делать вдох и выдох глубокий делайте так 7 минут подряд если вы будете делать так 7 минут подряд каждый день на протяжении одного месяца сделайте фотографию до и после этого после вы увидите что делая даже один раз в день 7 минут подряд но опять-таки хочу сказать это только при при условии что у вас температура 36 и 6 случае если она у вас пониженная то делать это бессмысленно начинайте как раз с того чтобы поднять температуру или же перед началом такого дыхания выпейте препарат с высоким содержанием йода желательно препараты йода принимать совместно с одной чайной ложкой меда объясню почему дело в том что митохондрии они питаются глюкозой и вот такая глюкоза с калием потому что в меду находится большое количество калия максимально подходит для восстановления клеток одной чайной ложки вот так достаточно для того чтобы зарядить весь организм на целые сутки зарядить правильной глюкозой на целые сутки чтобы организм работал случае если не получается как бы не мой совет можно взять 30 капель йода накапать на чайную ложку меда и медленно рассосать и запить водой где-то на протяжении двух часов у вас повысится температура до от 36 7 до 37 градусов не стоит этого бояться это продлится приблизительно 5-7 часов это безопасно совершенно в случае если нет никакой аллергии как проверить аллергию на мед на йод вернее возьмите а кстати если аллергия на мед тоже не нужно возьмите небольшое количество йода вмокните тампон ватный и проведите по внутренней части локтевой области и по внешне по внутренней части руки в случае если аллергической реакции не будет не будет покраснение гиперемии раздражения то тогда можно в дальнейшем его использовать и так если температура у вас низкая то тогда можно выпить йода и приступить к дыханию дыхание заключается в том чтобы каждую секунду делать вдох и выдох то есть 60 секунд 60 вдохов и выдохов так 7 минут один раз в день если делать так один раз в день на протяжении одного месяца спустя один месяц можете к пластическому хирургу не ходить что будет уменьшится размер брылей щеки уменьшится размер живота уменьшится но вы даже не представляете какое количество энергии добавить но это еще не все но от чего появляется рак от большого количества молочной кислоты она чего появляется она от того что человек прежде всего испытывает стресс и по моему мнению стресс является глобальной ключевой ну и второе наверное его можно поставить на первое место это им больно первое место ставьте я считаю что алкоголь это самая вредная привычка которую имеет человек алкоголь это плохо как бы не рассматривали алкоголь с какой бы позиции его не рассматривали алкоголь все равно плохо потому что алкоголь приводит появлению высокой кислотности желудка отравление соляной кислотой происходит ухудшение деятельности пищеварительной системы происходит угнетение работы надпочечника мочеполовой системы сам печени прежде всего почему ну вы же знаете что алкоголь попадая в наш организм увеличивает глютамин трансфераза нашей печени гамма-глютамин трансфераза а гамма глютамин трансфераза в дальнейшем превращается в цирроз печени и поэтому каждый человек выпивающий алкоголь в любой дозировки может спровоцировать нашу печень перерождению появлению цирроза вы знаете как это все устроено человек может не знать но каждое употребление алкоголя в дальнейшем в какой-то момент может включить этот процесс по каким-то признакам и цирроз же не лечится то есть цирроз может спровоцировать алкоголь а в дальнейшем человек может всю жизнь болеть этим циррозом и плохо как бы вернемся к теме и второй такой вариант это когда у женщины которая очень долго голодает которая пытается максимально не доедать у которой продукты питания заключаются бесконечном употреблении воды и ограничивание себя там небольшим количеством углеводов или даже белковой пищи и так далее одно другому не легче то есть женщины обычно или люди склонны к тому чтобы целью своей жизни выбирать для себя бесконечная борьба со своим избыточным весом торопясь они нарушают свою микрофлору потому что желудочный сок он должен выделяться каждый день хронически если он выделяется все меньше и меньше то в дальнейшем появляется ригидность желудка и не появляется соляная кислота в желудке и верхняя часть вашего желудка она перестает быть кислой а нижняя часть вашего желудка она становится чрезвычайно ощелачиваемой так как в ней может появляться большое количество и трипсина и пепсина и туда же добавлите дополнительно желчь добавляется это как раз история вот с такой девочкой что в этом случае делать не нужно повышать желудочно-кишечный сок не нужно как советует доктор берк принимать гидрохлорида как он там называется бетаиногидрохлорид хотя можно на самом деле можно обычной лимонной кислотой только лимонным порошком немножко поднимать но я все же советую начинать не с этого я советую начинать с арбента силокс по 2 таблетки три раза в день препарата железняк который будет восстанавливать восстанавливать препарат железняк он действует таким образом чтобы устранить как раз микозы для вашей дочери у которой кандидоз дополнительно принимать препарат который называется альбикан запомните это препарат созданный мной для работы с устранением кандида и микоза кандиды то есть грибковой инфекции кандидоза также очень рекомендую применять случае если у вас есть молочница независимо ни от чего принимайте вовнутрь потому что кандидоз обычно он у нас вагинальном может но у вас вагинально может появляться на самом деле он находится в желудке и находится в бывает такое что может находиться во все на всем протяжении всего желудочно кишечного тракта и сорбент и обязательно принимать железняк и обязательно принимать лизоцим лизоцим экстра по 2 или даже по 3 таблетки три раза в день нужно ли при этом что-то делать с печенью в тонкую кишку и после этого все переходит в толстый кишечник и вот происходит вот такой процесс травмируется при этом тонкий кишечник травмируется толстый кишечник все отделы толстой кишки и это все приводит вот к таким проблемам что необходимо делать смотрите то что у вас мягкий кишечник как говорят в народе это хорошо но плохо почему дело в том что нужно на это обращать внимание очень часто заболевания которые связаны с появлением камней в почках связаны с очень часто и долго протекающий мягким как говорят люди кишечником когда у человека после каждого принятия пищи синдром раздраженного кишечника он идет в туалет по большому он должен начать принимать мои препараты какие первый препарат пепсин второй препарат сорбент силокс пепсин 2 3 таблетки 2 3 раза в день сорбент силокс 3 таблетки 2 3 раза в день и препарат который называется железняк экстракт это все в комплексе способна напротив протяжении где-то одного месяца приема способна привести в норму ваш желудочно-кишечный тракт и убрать синдром хронически раздраженного кишечника случае если он не отягощен бактериальной валидностью то есть у вас нет какой вот а нет инфекционной формы какого-либо заболевания то есть вы не не болеете в этот момент энтероколи не болейте стрептококом у вас нет микозов нет кандиды и нет там протеи и так то есть вот в этом случае скорее всего данный комплекс может вам помочь но обратить на это я особо внимание рекомендую если принимать пепсин и следить за своим стулом то стул должен формироваться и должен быть нормальным что нельзя категорически если у вас синдром раздраженного кишечника вам категорически нельзя принимать сладкое и алкоголь любой нельзя при запоре можно при диарее хронической категорически нельзя категорически вы в дальнейшем приведете свой позвоночник в просто в совершенно невероятно ухудшенная состояние вообще по моему мнению все заболевания которыми болеет человек в большинстве своем связаны с неправильной работой кишечника иммунитета и нервной системы и конечно же очень часто врачи нам советуют прибегнуть к применению определенных продуктов каких то есть применению дополнительное использование лактобактерии какой-нибудь компании или про бактерии всевозможных бифидобактерии и так далее вы должны знать что не лакта не бифидобактерии они человеку в общем то с одной стороны подходят а в общем то с другой стороны не подходят почему случае если был бы у человека правильно работающий иммунитет человек бы чувствовал себя хорошо то небольшое введение бифиды или лактобактерии могло бы помочь человеку справиться с данной проблемой но в случае если есть инфекционное поражение там стрептококом стафилококом случае если есть поражение энтероколия вот микозами если есть общее снижение иммунитета на фоне потери своих бактерий то те бактерии которые вы вводите кишечные которые должны по идее прижиться и помогать вам они могут не усваиваться да они могут не усваиваться но если в этом какой-нибудь выход несомненно такой выход имеется и начинать необходимо уж точно не с аллахола и уж точно не из стимуляции вывода желчи дело в том что в случае если нашли у вас кандида кандида это микозы то есть по-другому грибковая инфекция то необходимо обратить на это внимание то есть что необходимо принимать первое необходимо начать лечить или устранять кандиду или кандидоз который у вас находится в желудке и в 12 перстной кишке я сейчас объясню чем это все убирается и второе помогать формировать персональный беном вашего желудочно-кишечного тракта каким образом это необходимо делать необходимо принимать сорбенты какие сорбенты я рекомендую принимать сорбент моей компании прямо сегодня я еще раз опубликовал вот здесь бутылочку для того чтобы вы могли перейти на сайт и приобрести он называется сорбент силокс на прошлом вебинаре я нечаянно не договорил его название просто называл его сорбент 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 и я имел ввиду сорбент силокс вот его название это диоксид кремния особой формы попадая в наш желудочно-кишечный тракт способен объединять между собой остатки желчи остатками мимик